МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как стать миллионером? Стать богатым, это почти все равно, как стать самоубийцей. Простые советы, которые помогут каждому. Обыкновенные апельсины. Это символ изобилия. Пусть он будет всегда в доме. Из уст самых богатых людей России и мира. Надо верить в то, что ты можешь быть богатым. Как сберечь деньги в кризис? Вкладывайтесь в швейцарский франк. И как приумножить их? Существуют такие активаторы энергии, которые привлекут к вам деньги. Почему в основе каждого капитала лежит преступление? В начале каждого миллиарда лежат свои скелеты. Правда о том, как разбогатела семья Рокфеллеров? Занимался архитектурством дефтяных скважин в Техасе. И подлинная история становления богатейших олигархов России. У меня официально 205 миллиардов долларов. Почему воюют две самые богатые семьи планеты? Противостояние Ротшильдов и Рокфеллеров длится уже многие столетия. Почему на самом деле начались две мировые войны? Их цель – захватить власть над всем миром. И ради чего начнется третья? Война – это всегда большой бизнес. Новый взгляд на историю. И сенсационная правда о заговоре богачей против человечества. Смотрите в уникальном проекте РЕН-ТВ «Миллион на выданье» «Миллион на выданье». «Учебник для олигарха». Первая серия. Вы видите, как жители Санкт-Петербурга борются друг с другом в попытке схватить пятитысячные купюры, которые падают на их головы буквально с неба. Их разбрасывает из окна основатель социальной сети ВКонтакте Павел Дуров. Ему сейчас всего 28 лет. А он уже обладает состоянием, которое оценивается в 8 миллиардов рублей. Этот человек вполне может позволить себе бросить на ветер пачку пятитысячных банкнот. А это простая российская пенсионерка Эмилия Борисовна Беспалова. Ее пенсия – 10 тысяч рублей в месяц. Она говорит, что не понимает таких людей, как Дуров, потому что ее пенсии едва хватает на жизнь. «Самый настоящий хам, который ставит себя превыше всех – это издевательство над бедными людьми. Если у них такие деньги, зачем их раскидывать? Дайте детским домам, дайте приютам, сколько у нас бездомных детей. Помогите старикам, помогите многодетным, которые живут порой по 10 человек в одной комнате и квартиры не добьются. Вот чего надо делать». Но в современном мире простым людям не на кого надеяться, кроме самих себя и своих близких. Этот фильм о том, как прожить свою жизнь так, чтобы вам не приходилось прыгать в толпе на улице в попытке поймать случайную пятитысячную купюру. Это Дэвид Рокфеллер, 97-летний банкир из Америки. Журнал «Форбс» оценивает его личное состояние в 3 миллиарда долларов. Но на самом деле его активы гораздо больше. Он является владельцем инвестиционной компании «Рокфеллер энд компани», под управлением которой почти 30 миллиардов долларов. Большинство американских нефтяных предприятий также находятся под его контролем. А родственники Рокфеллера долгие годы управляют многими военными заводами США. «Рокфеллер так занимался, потому что ему так было выгодно, потому что он был гением в области бизнеса, такой же, как Эйнштейн в области физики». Большая часть этой империи досталась Дэвиду Рокфеллеру в наследство от его деда, основателя семьи Джона Рокфеллера. Этой иконе бизнеса принадлежало 95% всей нефтяной промышленности Америки, 16 железнодорожных и 9 сталилитейных компаний, 9 крупных строительных фирм, 6 пароходств, 9 банков и 1000 гектаров сельскохозяйственных угодий. В 2007 году журнал «Форбс» подсчитал, что сегодня его состояние равнялось бы 318 миллиардам долларов. Джон Рокфеллер – это самый богатый человек за всю историю нашей планеты. Но строительство своей огромной империи он начал с работы обычного малооплачиваемого бухгалтера. Этот человек точно знает, как сказочно разбогатеть. Правило Джона Рокфеллера – 1 доллар, сэкономленный сегодня, принесет 5 долларов через месяц. Сотни лет, которые у истории показали, что люди, которые создают капитал своими руками, изначально они сохраняют принципы экономии и сохраняют принципы бережливости. Джон Рокфеллер был лесорубом, но при этом постоянно норовил переложить тяжелую работу на плечи напарников, за что его не слишком любили. В то же время он регулярно принимал участие в сомнительных махинациях, которые то приносили в семью большие деньги, то приводили ее к крайней нужде. Его сын Дэвид вспоминает. «Он часто торговался со мной и покупал у меня различные услуги. Он научил меня, как нужно покупать и продавать. Мой отец просто натаскивал меня на обогащение». «Но Рокфеллеры тоже люди умные, понятное дело». Например, когда Джону было всего 8 лет, он подзарабатывал на том, что покупал немного конфет, фасовал их в отдельные пакеты и продавал сестрам с небольшой наценкой. Или ловил диких индюшат, откармливал их и продавал мяснику. Вырученные деньги он не тратил на игрушки и мороженое, как другие ребятишки. А бережно складывал в копилку и вскоре начал сужать их под проценты собственному отцу. А в 13 лет дал знакомому фермеру в долг под проценты 50 долларов, немалую по тем временам сумму. Тогда же Джон начал формулировать собственные принципы успеха, которые в будущем приведут его к сказочному богатству. «Му придется что-то нарушить, чтобы сделать первый шаг. Это нормально. Если его не поймают, он пойдет, может быть, в гору. Потом все равно человек Горбатого называется могилой исправит». В 16 лет Рокфеллер окончил бухгалтерские курсы и уехал в Кливленд. Получил место помощника бухгалтера. Этот день он запомнит навсегда и будет отмечать, как второй день рождения. Он приходил на работу в 6.30 утра и уходил в 11 вечера. Джон не пил кофе, не пил алкоголь, не курил, не ходил на танцы и даже в театр. Он экономил каждый цент. Но именно тогда он осознал, работать надо только на себя. Правило Джона Рокфеллера. Кто весь день работает, тому некогда зарабатывать. Чем больше ты работаешь не на себя, тем хуже живешь. Самый доходный актив и то, что больше всего приносит денег, это собственный бизнес. Это понятно абсолютно всем. И все богатые люди в мире на 99% они все бизнесмены. За три года работы бухгалтером Рокфеллер накопил 4 тысячи долларов. Он стал компаньоном в фирме, которая торговала сеном, зерном и мясом. И вложил в нее свои сбережения. Официальная биография будущего миллиардера гласит, что когда в конце 19 века в США началась гражданская война, Рокфеллер, как настоящий патриот, почти бесплатно поставлял продовольствие в войска. Но вы сильно удивитесь, когда узнаете подлинную историю. Любая война – это всегда именинное сердце для любого ростовщика. Потому что деньги даются на любых условиях воюющим сторонам. И воюющие стороны особенно не торгуются. Война требует огромных денег. Поэтому каждый, кто подкидывает в нее дрова, топливо, оружие, продовольствие, делает на этом целое состояние. Не исключением был и Джон Рокфеллер. За несколько лет гражданской войны он заработал 50 тысяч долларов. В нынешних деньгах это несколько миллионов. Но эта сумма явно не соответствовала масштабу его амбиций. Смотрите далее. Подлинная история становления богатейших олигархов. Люди для того и зарабатывают, чтобы больше расходовать и лучше жить. Как сколотила миллиарды богатейшая семья мира? Организовывал рейдерские захваты и занимался рейдерством глифтинных складов в Техасе. Почему в основе каждого капитала лежит преступление? В начале каждого миллиарда лежат свои скелеты. Смотрите на канале РЕН-ТВ прямо сейчас. Миллион на выданье. Миллион на выданье. Это мультимиллиардер Натан Ротшильд. Ему 41 год. Он летает на персональном реактивном самолете, при этом возит с собой тренажерный зал и двух личных массажистов. Ротшильд ведет свой бизнес по всему миру, от Сибири до Вашингтона. И редко проводит больше четырех дней на одном месте. Поэтому для своего удобства миллиардер приобретает квартиры площадью не менее 300 квадратных метров в престижных районах таких городов, как Москва, Лондон, Париж, Берлин, Нью-Йорк и Вашингтон. Каждая из квартир занимает два-три этажа. Самая современная техника с глазовым управлением, серебряная посуда и оранжерея, за которой ухаживает садовник. В каждом городе у Ротшильда свой автопарк, в который входят автомобили, сделанные для него на заказ. Бугатти, Парше, Феррари, Мерседес и гоночные мотоциклы с фамильным гербом семьи, ярко-красным щитом. Это совершенно нормально, потому что люди для того и зарабатывают, чтобы больше расходовать и лучше жить. Официально его состояние составляет всего полмиллиарда долларов. Однако, по данным авторитетной британской еженедельной газеты «Обсервер», основная его часть находится в швейцарских банках и достигает 64 миллиардов долларов. Это ничтожная сумма для самого богатого человека планеты. И реальная стоимость барона Ротшильда составляет примерно 16 триллионов долларов. То есть сумма, сопоставимая с государственным долгом Соединенных Штатов Америки. Так что барон Ротшильд может оплатить госдолг США, а у него еще немножечко останется на жизнь. Трудно поверить, но будущего миллиардера однокурсники по Итонскому колледжу считали неряшливым и непредсказуемым бунтарем. Натан Ротшильд был членом университетского клуба «Буллингтон», который имел славу компании алкоголиков и дебоширов. Кстати, в этом же клубе когда-то состоял и Дэвид Кэмерон, нынешний премьер-министр Великобритании. Никто не мог даже предположить, что Нат Ротшильд со временем станет достойным наследником огромного состояния и мало того, что сам возглавит многомиллиардную корпорацию. Ведь в юности Нат был гулякой и балагуром и даже в своем университете, где он учился, слыл как человек бесшабашный и абсолютно не соответствующий своей фамилии. Нат пил и гулял ночи напролет, а потом спал на лекциях в той же самой одежде, чем приводил в бешенство учителей. А однажды Ротшильд столкнул с холма кабинку общественного туалета в тот момент, когда его друг справлял в ней нужду. Седовласы и профессора не раз ставили вопрос о его исключении, но директор пресекал все подобные попытки. Ведь папа Ротшильда был главным спонсором колледжа и имел большие связи в королевской семье Великобритании. Это было достаточно влиятельное семейство. Самый завидный жених мира. Холостой Натан Ротшильд пользуется у женщин прям-таки невообразимой популярностью и славой труднодоступного мужчины. Это британская модель Аннабель Нельсон, его первая жена и первый и последний в жизни Натана неразумный поступок. Джейкоб Ротшильд, отец Нета, узнал об этом браке из газет, пришел в ужас и немедленно велел сыну развестись. Пара Ротшильда и его жены абсолютно не чурались папарацци и с удовольствием позировали перед фотографами и вели себя собственно так же, как вел себя непосредственно Ротшильда свадьбу. То есть пили, гуляли, веселились и чувствовали себя вполне прекрасно. В 97-м году Ротшильда словно подменили. Он начал слушаться отца, развелся с женой, отказался от буйных вечеринок и алкоголя, стал прилижно посещать синагогу. Интересно, что в этом же году повесился двоюродный брат Натана Амшель. А вскоре и другой кузен, 23-летний Рафаэль Ротшильд, умер на Манхэттене от передозировки наркотиков. Злые языки шептали, что эти показательные смерти более всего были выгодны Джейкобу Ротшильду-старшему, которому надоело наблюдать за тем, как его молодые родственники позорят честь семьи и транжирят его деньги. Правило Майера Ротшильда. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Интересно, что после расставания с британской моделью Натан Ротшильд жениться не торопится. Его иногда видят в компании красивейших женщин мира, чаще всего брюнеток. Но дальше легких интрижек дело не заходит. Последняя подруга, которую приписывают Нэтту журналисты, американская актриса Натали Портман. Впрочем, оба и миллиардеры-красавица категорически отрицают близкие отношения. В 2012 году мир облетела новость. 76-летний Джейкоб Ротшильд уходит от дел. Финансовое и политическое закулисье шепчется. Трон уже передан новому королю, сыну Джейкоба Натану. Отныне он самый богатый и самый влиятельный человек мира. Поспорить с ним за мировое могущество может только один человек. 96-летний Дэвид Рокфеллер. Интересно, что несмотря на все таланты Натана Ротшильда, большую часть своего богатства он заработал не сам, а получил в наследство, как и Дэвид Рокфеллер. История клана Ротшильдов насчитывает уже 250 лет. Однако мало кто знает, как на самом деле эта семья заработала свой первый миллион. Первые значительные деньги эта семья приобрела благодаря своему предку, который жил в 18 веке. Его звали Майер Амшель. Он жил в еврейском гетто во Франкфурте на Мане. И семья его занималась продажей антиквариатом. Майер жил в бедности. Его лавка занимала всего 4 квадратных метра. Чтобы разбогатеть, он пошел на хитрость. Майер Амшель решил, что самый быстрый способ добиться успеха – это познакомиться с кем-то из королевской семьи. Принц Германии Вильгельм Гессен-Кассельский страстно увлекался коллекционированием монет и медалей. Поэтому, когда в лавку Амшеля однажды зашел генерал фон Эстерф, предок Ротшильдов передал через него в дар принцу свою лучшую коллекцию. За это он удостоился приглашения на светский ужин. Правило Майера Ротшильда – чем больше вы общаетесь с людьми, тем больше денег они вам приносят. Деньги приходят сведущие других людей всегда. Вас знают, вы что-то предлагаете, вас покупают каким-то образом. Вас, ваши услуги, ваши книги, что угодно. Необходимо быть общительным человеком. Только в процессе общения можно завести новый контакт. Постепенно начал входить принцу в доверие. Майер всячески поощрял его страсть. Находил лучшие медали и античные монеты. Вечерами напролет он пропадал во дворце, выслушивая бесчисленные рассказы принца о старинных монетах. Молодого человека, у которого от папы осталась небольшая коллекция старинных монет, вдруг сводит какая-то сила с богатейшим монархом Европы, Курфюстом местным. Постепенно нищий этот паренек становится главным финансовым агентом Курфюста. И в конце концов, конечно же, человеком гораздо более богатым, чем его суверен. Когда-то Карл Маркс сказал, в основе каждого большого состояния лежит преступление. История клана Ротшильдов полностью подтверждает его слова. Всего за несколько месяцев Майер стал принцу настолько дорог, что был назначен управлять казной Германии. Монарх даже не подозревал, что его новый друг обворовывает его. Майер давал в долг огромные суммы из государственных денег и даже открыл собственный банк. Ротшильд – это, собственно говоря, название «Красный щит» происходит от того, от того, так сказать, семейного герба, который висел на их доме во Франкфурте на Майме. Семья Ротшильдов быстро богатела. Принц верил Майеру безгранично, несмотря на неоднократные доносы придворных о воровстве главного казначая. Дедушка Ротшильд, как мы называем его, вот так. Он разослал всех своих сыновей в разные страны и, в общем-то, организовал некую такую банковскую сеть, которая не имела границ, не имела противоречий на основании того, что страны воевают. Война с Наполеоном стала еще одним прибыльным бизнес-мероприятием для Ротшильдов. Значительная часть его капитала была вложена именно в английские государственные ценные бумаги. Естественно, когда назревала судьбоносная битва с Наполеоном, в случае поражения коалиции антинаполеоновской, стоимость британских финансовых бумаг, она рисковала просто упасть ниже плинтуса. Мало кто знает, что за исходом битвы при Ватерлоу следила разведка Ротшильдов. Глава семьи стал первым человеком в Европе, кто узнал о поражении Наполеона. И безо всяких объяснений начал продавать английские государственные ценные бумаги. На лондонской бирже это вызвало настоящую панику. Все решили, что Наполеон победил и тоже начали лихорадочно избавляться от акций. Агенты Ротшильда скупали ценные бумаги за бесценок. Только к вечеру стало известно, что Наполеон разбит. Бумаги взлетели в цене в десятки раз, а вместе с ними и состояние клана Ротшильдов. Они стали самой богатой семьей в Европе, заработав за один день гигантскую по тем временам сумму – 40 миллионов фунтов стерлингов. Правило Майера Ротшильда – работать от слова раб. Не унижайтесь до работы. Смотрите далее. Что такое энергия денег и как научиться ею пользоваться? Деньги живые. С ними разговаривать. Как живой энергии. Советоваться. Как сберечь деньги в кризис? Не вкладывайтесь в швейцарский франк. И как приумножить их? Существуют такие активаторы энергии, которые привлекут к вам деньги. Это Людмила и Владимир Афанасенко. Они преуспевающие бизнес-тренеры. Их тренинги стоят от одной до двадцати тысяч долларов в день. Их клиенты – уже состоявшиеся бизнесмены, которые поняли – богатство – это целая философия. Хочешь завести деньги – сначала заведи привычку быть богатым. Всякий человек может быть успешным, а уровень богатства у каждого человека свой. Главное – его осознавать. Супруги Афанасенко считают – каждому из нас определена своя мера денег. Если жить простой жизнью, ходить на работу, как все, отдыхать, как все, и ставить перед собой цели не дальше, чем на завтрашний день, то и денег всегда будет минимум. Каждый из нас обладает потенциалом, доставшимся по наследству от наших предков. Мы являемся некой вершиной пирамиды, и семь поколений до нас насобирали энергии, потенциалы, потенциалы желаний. И мы до поры до времени являемся носителями и исполнителями их желаний. До тех пор, пока мы однажды не освоим инструмент самореализации. Слишком сильно хотеть стать богатым тоже нельзя, предупреждают эксперты. Денежное рабство опасно для вашего психического здоровья. Нужно помнить, вожделенные хрустящие бумажки – всего лишь банальное средство, на которое можно купить новую модель телефона или автомобиль. Очень часто человек хочет денег, а это как раз большая ошибка и большая мышеловка. Если, допустим, человека недостаточно, я хочу денег. Это уже сразу же человека блокирует, потому что хотеть энергии в чистом виде, деньги – это энергия, невозможно. Деньги – это производное от дела. Всем, кто хочет разбогатеть, эксперты советуют представить такую картинку. Ваши деньги – это снег. Их невозможно накопить точно так же, как невозможно удержать в руках много снега. Он превратится в воду и утечет сквозь пальцы. Супруги Афанасенко убеждены. Деньги – это концентрированная энергия мира, в котором мы живем. Нужно лишь позволить ей пройти сквозь вас. Что такое деньги? Деньги – это проводник духа, социальное тело материи, единая мера всего сотворенного человека. Деньги являются силой, доступ к которой человек получает по мере познания ее. Еще одно правило. Деньги не должны приходить к человеку слишком рано. Богатеть раньше 40 лет категорически вредно. К обладанию капиталом нужно готовиться и специально этому учиться. Именно по этой причине самые богатые люди мира никогда не передают дела наследникам до достижения ими 40-летнего возраста. Подготовить нужно физическое тело свое для того, чтобы пропускать эти энергетические потоки. То есть быть богатым – напряженный процесс. Бедность – это все-таки порог, вопреки известной пословице, считает Людмила Афанасьенко. А богатство – не грех. Нельзя противопоставлять духовное богатство финансовому, в денежном смысле богатству. Это не противопоставлять, это следствие. Если человек настолько смел и настолько лидер, то он ставит при собой даже не цель и не задача. Он говорит, я хочу вот это сделать. Мне вот нравится, мне интересно, я полон энергии. И на самом деле откликается все пространство, Вселенная. Это одна из крупнейших в мире компаний. Немецкий металлургический концерн «Тиссон Крупп». Его ежегодный оборот приближается к 60 миллиардам долларов, а чистая прибыль – больше одного миллиарда. Мало кто знает, что последний из династии Круппов, Альфрид, был близким соратником Адольфа Гитлера. В годы Второй мировой он координировал работу всех военно-промышленных заводов в Германии и оккупированных странах. Круппы, впрочем, как и все остальные немецкие промышленники, они не имели перспективы развития. Поэтому все, конечно, было поставлено на нацистскую партию на Гитлера. Гитлер давал военные заказы, Гитлер отлаживал военную машину. Гитлер должен был запустить все это производство, которое приносит большие деньги. Знаменитые «Тигры» и «Пантеры» немецкой армии были произведены на заводах Круппа. Именно этот человек оснастил войска вермахта по последнему слову техники. Но основы этой оружейной империи были заложены за сто лет до Второй мировой войны прадедом последнего из Круппов. В начале 19 века Круппы были практически никем. Это была небольшая мастерская, которая составлялась во всем человек. И, в общем-то, они находились на грани банкротства. Как же эта маленькая мастерская стала крупнейшей металлургической империей мира? В 1833 году над Европой шел сильнейший звездопад. Многие решили, что конец света близок, и по дешевке распродавали имущество. Тогда молодой Крупп убедил мать влезть в еще большие долги, чтобы купить резко подешевевшие земли и собственность. Конец света, как водится, не случился. И Альфред охотно продал горожанам их ценные вещи, землю и недвижимость по десятикратной цене. Так был создан начальный капитал, на котором впоследствии выросла могущественная империя Круппов. Сейчас такое время, что можно и без денег, с минимальными суммами чего-то начинать в интернете и прочее. Поэтому я считаю, что цель и желание чем-то заниматься на первом месте стоят. С помощью первого крупного капитала Крупп смог расширить производство. Поначалу он выпускал колеса для железнодорожных поездов. Но страсть к оружию была у него в крови, и вскоре Альфред начал изобретать новые образцы пушек и винтовок. Практически все истории большого бизнеса, о том, что люди много работали, не разгибались, долго трудились, и в конце концов, именно своим трудом и честностью стали миллиардерами, это все вранье. За каждым миллиардом, в начале каждого миллиарда лежат свои скелеты. Первая мировая война окончательно сняла все проблемы семьи Круппов. Бизнес был обеспечен на многие годы вперед и позволил сказочно заработать. Вторая мировая помогла им получить контроль над военной промышленностью всей Германии и захваченных стран. Так же, как о Круппе, можно сказать, от очень хорошо известной всем бренди, скажем так, Хьюго Босс. Был Хьюго Босс. Обыкновенный маленький портной. Получил разработку на дизайн формы для гитлеровской армии. Знаменитая форма СС, это форма Хьюго Босса. И эта форма дала ему толчок, на которой сейчас стоит фабрика Хьюго Босса, и ничего не изменилось, и то, что он шил нацистскую форму, не помешало ему теперь быть Хьюго Боссом, одним из ведущих дизайнеров и модельеров одежды. Смотрите далее. Почему воюют две самые богатые семьи планеты? Противостояние Ротшильдов и Рокфиллеров длится уже многие столетия. Подлинная причина начала Первой мировой войны. Если бы не Первая мировая война в США, никогда бы не стали такой державой. И как перед смертью богатейший человек на планете пытался заслужить прощение перед Богом? Стать богатым, это почти все равно, как стать самоубийцей. Сразу после рекламы на канале РЕН-ТВ. Сегодня, значит, наш тренинг пройдет в немножко необычном формате, он сокращенный будет, поэтому мы затронем основную тему, такую, как найти инвестора, как занять у него денег и как скрыться потом так, чтобы он вас не нашел. На самом деле это шутка. Это бизнес-тренер Юрий Матросов. За свою жизнь он создал с нуля несколько десятков бизнес-проектов. Программное обеспечение, юридические консультации и строительство офисных зданий. Всем этим он занимался больше 15 лет и получал хорошую прибыль. Сегодня он ведет бизнес-тренинги, на которых делится своим огромным опытом с теми, кто хочет работать только на себя. Самое важное из всех ресурсов, которые здесь есть, и которые есть у каждого из вас с момента рождения до конца жизни, это время. Сейчас мы с вами быстренько оценим, сколько стоит ваше время. Для этого, значит, мне нужен будет кто-то из зала, один человек. Юрий помогает участнику тренинга Евгению оценить, сколько ему нужно денег, чтобы притворить в жизнь свои желания. Квартира в Москве, загородный дом, хорошая машина. Чтобы купить это, Евгению понадобится 45 миллионов 700 тысяч рублей. При нынешней зарплате у него на это уйдет 152 года. Юрий помогает своим клиентам понять, что их нынешний доход – это далеко не то, что должно их устраивать. Например, Евгению нужно зарабатывать в месяц не меньше 152 тысяч рублей. Именно сейчас надо думать о своих целях, о своей реализации, и о том, как создать то, что даст вам денег больше намного, чем вы зарабатываете. Понять, какой ежемесячный доход вам нужен для исполнения основных желаний – это первый шаг, чтобы действительно что-то изменить в своей жизни. Владимир Красноштанов пришел на бизнес-тренинг с единственной целью – стать богатым. Сегодня он студент Московского авиационного института. Он понимает, чтобы разбогатеть, нужно начинать уже сегодня. На тренинг он пришел, чтобы узнать о том, каких ошибок надо избегать в будущем бизнесе. Целью является финансовая независимость полная. То есть, чтобы я ни в чем не нуждался, ни в чем себе не отказывал. В первую очередь, квартиру хотел бы отдельную, к себе купить машину, дом, ну не знаю, там, вторую квартиру, еще одну машину, яхту. Бизнес-тренер Юрий Матросов учит, что путь к мечте Владимира лежит не только через знания рынка, высокие технологии или наличие стартового капитала. Залог успеха – это прежде всего личные качества человека. Прежде всего надо работать над собой. Первым качеством, которое необходимо для человека, который хочет создать бизнес, это целеустремленность. Второе качество – это настойчивость, потому что если вы не имеете настойчивости, вы можете остановиться в тот момент, когда уже зашли до успеха. Третье качество – это аналитический склад ума. То есть обязательно нужно продумывать, как поведет целевая аудитория себя, то есть реагируя на ваши услуги. Эксперты единодушны. Умение зарабатывать деньги – это талант, он дается человеку от природы. Знаете ли вы, что количество денег в вашем кармане определено природой с момента вашего рождения? Деньги – это энергия. И возможность пропустить через себя вот тот поток энергии. У одних людей один, у других другой. Пока Альфред Крупп строил свою оружейную империю в Европе, на другом конце света Джон Рокфеллер достраивал нефтяную. Он разорел своих конкурентов одного за другим, а их бизнес делал частью своего. Американские первые капиталисты, они, в общем, вышли-то понятно, что из разбойников. И это, в общем, не скрывается. Рокфеллер понял, что если получить контроль над железными дорогами, то за счет высоких цен на свои услуги можно разорять конкурентов. Перевозка нефти по его железной дороге в Кливленде съедала всю прибыль от ее добычи. И нефтяные компании разорялись. Он покупал первую железную дорогу, потом устанавливал на ней демплинговые цены на перевозку нефти. Соседние железнодорожные компании начинали разоряться. Он их скупал, доводил до того, что становился монополистом. После этого резко задирал цены. Стоило Рокфеллеру получить хотя бы небольшую долю в каком-то предприятии, он попросту выдавливал его хозяина из бизнеса. Владелец даже не успевал понять, что уже не он принимает решение. Если этого не происходило, и люди проявляли упорство, значит, нанимались бандиты. И этих людей или напрямую убивали, или начинали прессовать, убивая их родственников. Позже такой способ ведения бизнеса журналисты окрестят Кливлендским расстрелом. Действуя так по всей Америке, Рокфеллер возьмет под контроль 95% всей нефтедобычи и создаст компанию «Стандарт Оил». За манеру ведения бизнеса, хитрость и беспринципность его прозовут Мефистофелем из Кливленда. Даже рабочие, которым он платил неплохую зарплату, пугали своих детей словами «Не плачь, а то тебя заберет Джон Рокфеллер». Не сами эти деньги его интересовали, его интересовал сам процесс. И в первую очередь, вот этот спокойный, респектабельный джентльмен ходил просто в неистовую, неописуемую радость именно от того, когда ему удавалось обмануть кого-то из своих партнеров. Но не все давалось Рокфеллеру так просто. Он сказочно богател с каждым днем. Но в 1911 году Верховный суд США предписал разделить «Стандарт Оил» на 34 независимые компании. Казалось бы, империя, которую с таким трудом и жертвами строил Рокфеллер, развалилась. Однако цена этих компаний так подскочила, что Рокфеллер, формально проиграв дело, удвоил свое состояние. Миллионер лишь смеялся над решением властей. Правило Джона Рокфеллера. Старайтесь превратить каждую неудачу в новую возможность. Не может человек не брать на себя ответственность, если он не хочет быть просто винтиком машины. Человек, который не готов брать ответственности, он никогда не будет руководителем. У нее не будет бизнеса. Обязательно надо быть ответственным человеком. Без ответственности за свою жизнь, без ответственности за свои решения, без готовности отвечать за любые события моей жизни не бывает богатства. Промышленный шпионаж, разорение конкурентов и увольнение тысяч рабочих ради экономии. Всему этому наш мир научил Джон Рокфеллер. Он любил повторять, мне не нужен думающий народ, мне нужен работающий народ. И следовал этому принципу до конца. Рокфеллер был первым, кто в таких масштабах использовал подкуп депутатов, губернаторов, прокуроров. Рокфеллер был одним из первых людей, которые активно покупали президента. В начале 20 века Джона Рокфеллера признали самым богатым человеком планеты. Его монополию называли одновременно величайшей и самой бесчеловечной из всех когда-либо существовавших. Одна лишь стендард-ойл приносила нефтяному магнату 3 миллиона в год. Сегодня эта сумма была бы равна 90 миллионам долларов в год. Экономическая мощь США значительно уступала в то время. Экономическая мощь европейских стран и Российской империи. Они понимали, что им трудно будет соперничать с Ротшильдами. И чтобы оказать на Ротшильдов давление, они взяли курс на организацию Первой мировой войны. Мало кто знает, что Первая мировая война была спланирована американской элитой, чтобы подорвать могущество Европы и России. У Рокфеллеров были свои цели. Уже тогда они начали бороться с другой богатейшей в мире семьей. Ротшильдами. Чьи активы находились в Европе. Ротшильды борются с Рокфеллерами. Рокфеллер больше борются с Рокфеллерами. Вот эта борьба между двумя кланами, она постоянная. Чтобы начать Первую мировую войну, Мефистофель из Кливленда активно спонсировал германского императора Вильгельма II. Через подкупленных придворных Рокфеллер убеждал Кайзера в необходимости положить конец Британской империи. Он также активно финансировал заводы Круппа, чтобы увеличить поток военной продукции Германии. Там и Рокфеллеры были, там были и Морганы, там был фарбен индустрия, который формально немецкий, но там был американский капитал. Однако Первая мировая война была выгодна Рокфеллеру не только потому, что ослабляла Ротшильдов. Наступала индустриальная эпоха, которая открывала нефтяную эру промышленности. Так как миллиардер контролировал почти всю добываемую на земле нефть, столкновение самых могущественных стран обещало ему огромную прибыль. Первая мировая война, она привела к тому, что Рокфеллеры захватили достаточно большое количество нефтяных приисков на Среднем, Ближнем Востоке. Рокфеллер не просто обеспечивал нефтепродуктами американскую армию и флот. Он сам начал заниматься производством боевой техники, для которой потом поставлял топливо. Те же самые товары он активно продавал и в Европе обеим воюющим сторонам. Правило Джона Рокфеллера. Отдавайте 10% дохода на благотворительность. Не из чувства обязанностей, а из искреннего желания сделать чью-то жизнь лучше. Это покажется невероятным. Но после всех преступлений, которые совершил Рокфеллер на пути к богатству, он публично говорил о том, как важно помогать людям. Первое дело это забыть или постараться закамуфлировать, как был накоплен первичный капитал. Потом обелить его, то есть вывести его из тени на свет. Потом этот светлый капитал легализовать, потом перевести его в легализованное пространство и начать его осваивать и продолжать его развитие. Возможно, именно стремлением замолить грехи прошлого объясняется огромная меценатская работа Джона Рокфеллера. Журналисты утверждают, что он потратил на благотворительность до половины своего колоссального состояния. Обогащение первичное. Но впоследствии они, конечно, стали как-то облагораживаться. Поэтому, я думаю, сейчас мы говорим о группе Рокфеллера как о промышленно-финансовой группе, а не как о банде, которая когда-то образовалась там. Но что, если к концу жизни миллиардер действительно задумался о своих грехах и пытался хоть как-то их искупить? У Рокфеллера было пятеро детей и множество внуков. Что, если, глядя на то, как они растут, он хотел оградить их от той грязи и преступлений, на которых была построена его собственная жизнь? Может быть, для этого и были придуманы многочисленные легенды о том, что ему удалось разбогатеть благодаря бережливости и дисциплине. По крайней мере, своих детей и внуков Джон Рокфеллер растил на этих принципах. Традиция их семейного воспитания используют детей на приемах в качестве официантов. То есть они организуют семейный прием, на который приглашаются друзья семьи. А дети занимаются тем, что разносят блюда, разносят напитки. Вот, если кто-то из гостей дает им 10 центов, они с благодарностью их принимают. Спасибо, царь. Он платил детям 2 цента за убитую муху, 10 за затачивание карандашей. В его семье ничто не пропадало, а одежда старших донашивалась младшими. Поэтому его единственный сын был вынужден ходить в девчоночьих платьях. Для того, чтобы передать наследникам, надо не только обелить капитал, надо обелить мозги свои. Ты должен наследнику учить на том, что не только в свои карманы, но и из своих карманов. У Джона Рокфеллера с детства была мечта. Он хотел заработать 100 тысяч долларов и дожить до 100 лет. Но заработал 318 миллиардов и умер в 97. У его сына, 96-летнего Дэвида Рокфеллера, шестеро детей и 10 внуков. Среди них есть экологи, художники, мельсенаты и никого, кто мог бы стать его преемником. Смотрите во второй серии неизвестные страницы истории. Кто сделал миллионером нищего и фрейта Радольфа Гитлера? Гитлер ездил за деньгами за границу. Кто на самом деле придумал теорию Третьего Рейха? И кто настоящий автор Майнкамф? Америка финансировала Гитлера. Кто и зачем придумал нацизм и кто больше всех на этом заработал? Нет никакого желания отдавать и есть возможность достаточно просто забрать это золото себе. Эксклюзивное интервью американского экономиста Дэвида Уилкока о самом дерзком заговоре современности. Полиция заявила, что Дэвид Хадзлер застрелил собственного сына, поджег дом, а затем выстрелил себе в голову. Уникальные документы, окрашенные человеческой кровью. Время зарабатывают деньги, когда текут реки крови. И секретный план по переделу мира. Это была случайная политическая информация. Что происходит с теми, кто покушается на власть доллара? Те лидеры, которые выступают против зависимости от Запада в экономическом отношении, качают плохо. Как Америка заставляет весь мир финансировать свои войны? Напечатано уже столько долларов, что за последние 10 лет они обесценились на 680%. Смотрите во второй серии уникального проекта РЕН-ТВ «Миллион на выданье». «Миллион на выданье». «Отдайте мой миллиард». Вторая серия. В июле 2012 года в казначейство США явился мужчина и потребовал немедленно обналичить принадлежавшую ему облигацию на сумму в 1 миллиард долларов. Охрана тут же арестовала подозрительного человека и вызвала сотрудников полиции и ФБР. Поначалу агенты решили, что имеют дело с обычным фальшивомонетчиком. Они лишь поразились его наглостью заявиться в казначейство США и потребовать выдать миллиард долларов наличными. Облигацию отправили на специальную экспертизу в Министерство финансов США. Конечно, наивно было думать, что американцы вот так просто выдадут такие огромные деньги неизвестно кому. Они его тут же взяли под белые ручки и начали раскручивать. Агенты ФБР провели обыск в номере отеля, в котором остановился заявитель. Каково же было их удивление, когда они обнаружили там три бронзовых ящика, доверху набитых аналогичными облигациями. И каждая достоинством в миллиард долларов. Вот как они выглядят. Вы видите уникальный документ, заверенный печатью правительства США. Он был вложен в каждый из трех бронзовых ящиков, найденных в номере отеля и озаглавлен. Долговое обязательство Федерального резерва серии 1934 года. Этот документ гласит, что общая сумма в 250 миллиардов долларов США полностью подтверждается казначейством и Федеральной резервной системой и подлежит возврату в 30-летний срок поставки в 4% годовых. Так в прессе впервые всплыл факт, который тщательно скрывался правительством США, стало известно о существовании секретной серии 1934. Облигации этой серии были выпущены в 1934 году. Правительство США напечатало их накануне Второй мировой войны в обмен на огромные ценности и золото, полученные от глав европейских государств и крупных банкиров. Когда агенты ФБР ознакомились с документами, они сразу передали дело наверх в Агентство национальной безопасности США. Облигации пытался обналичить американский гражданин, занимавшийся курортным бизнесом в Бразилии. Звали его Джозеф Риат. Век настоящий, живой. И если его принять к оплате, то рухнет вся экономическая система США разом. По словам подозреваемого, ценные бумаги он получил в 2002 году от владельца одного разорившегося банка. Дела Джозефа шли очень успешно, и он инвестировал в этот банк 50 миллионов долларов. Когда же он прогорел, то вместо денег Риат получил от должника 750 ценных бумаг правительства США номиналом в 1 миллиард каждая. Его вложения были, так сказать, сомнительные, вообще никаких не было. Мистер Риат поначалу тоже не поверил в подлинность полученных облигаций. Слишком невероятной казалась мысль, что на свете могут существовать ценные бумаги достоинством в миллиард долларов. Он решил, что банкир пытается его таким образом обмануть и не возвращать многомиллионный долг. Но взять с банкрота все равно было уже нечего. Поэтому он забрал облигации и оставил их в одном из своих бразильских офисов. В следующий раз он вспомнит про них лишь 7 лет спустя, когда в 2009 году увидит по телевизору новости. Трудно поверить, что вот этот мужчина в недорогом костюме и скромном офисе самый богатый человек мира. Известный российский предприниматель Артем Тарасов утверждает, ему принадлежат облигации стоимостью в миллиарды долларов в США. Мы вложили деньги тогда в облигации государственного займа 1982 года, которые были выпущены в Советском Союзе. Международная экспертная комиссия установила, что 1 рубль этой облигации стоит на сегодняшний день 2058 рублей 69 копеек. А у Артема Тарасова их на 3 миллиарда. Умножая 2058 рублей 69 копеек на мои 3 миллиарда я получаю самым богатым человеком мира. У меня официально 205 миллиардов долларов. Артем Тарасов когда-то вошел в историю как первый советский миллионер. На закате существования СССР основанный им кооператив техника торговал компьютерами и приносил баснословную прибыль. Тарасов попал на первые полосы всех мировых изданий, когда выписал себе официальную зарплату в 3 миллиона рублей и уплатил с нее все положенные налоги включая налог на бездетность. Часть этих денег он впоследствии и вложил в облигации. В настоящее время эти облигации сохранны. Россия признала их официальным долгом России перед своими гражданами. 205 миллиардов долларов эта сумма составляет половину годового бюджета России. Единовременная выплата такой суммы может вызвать дефолт не только в России, но и в странах партнерах ПВТО. Артем Тарасов все же рассчитывает получить эти деньги и опасается за свою жизнь. Бесполезно сегодня меня убить, потому что мной оформлено завещание, которое хранится на острове Джерти. В случае моей странной неожиданной смерти это состояние адресовано влиятельнейшей международной организацией, которой обязательно Россия выплатит все 205 миллиардов. Интересно, что самый богатый человек мира не может потратить ни цента из своих денег. А еще интереснее, что ваши, даже самые скромные избережения могут в один момент превратиться в такую же груду бесполезной макулатуры, как и миллиарды Артема Тарасова. В 2009 году на границе Италии и Швейцарии финансовой полицией были задержаны два гражданина Японии. После полного досмотра их багажа в нем обнаружилась поразительная находка. Это были долговые облигации правительства США на миллиарды долларов. Вот они, 250 ценных бумаг на сумму в 500 миллионов долларов каждая. Всего 125 миллиардов. Откуда у двух самых обычных граждан Японии в карманах оказалась сумма сопоставимая с бюджетом целой страны? Мировые новостные агентства наперебой задавали этот вопрос. Была случайная утечка информации. Случайная. Тем более, что люди, которые обладают куда меньшими капиталами, не 140 миллиардами долларов, а, допустим, пятью миллионами долларов, тщательно скрывают это. Вот эти люди. Минамото Ватеба, трейдер, скромный биржевой агент, и Акудзар Атюна, юрист и эколог по образованию. Скандал с ничейными миллиардами стих так же резко, как и разразился. Словно кто-то спохватился и дал команду забыть о нем. Японцы вместе с облигациями бесследно исчезли, и сегодня об их судьбе ничего неизвестно. Постепенно весь мир забыл об этой истории, но только не Джозеф Риад. Для него она имела особое значение, ведь в скандальном репортаже он опознал те же облигации, что получил семь лет назад в уплату долга, только достоинство его ценных бумаг было в два раза выше. Мистер Риад не глупый человек. Он понимал, что такие деньги связаны с большой опасностью, поэтому он стал осторожно собирать информацию об этих ценных бумагах и проверять их подлинность. Это американский исследователь экономист Дэвид Уилкок. Он уже 15 лет изучает тайные общества Америки и их влияние на историю всего мира в 20 веке. Он утверждает, две мировые и целый ряд локальных войн прошедшего столетия произошли не случайно. Это эксклюзивное интервью Дэвида Уилкока специально для телевизионного проекта «Миллион на выдании». В конце 1700-х годов для осуществления плана глобального контроля над миром был создан Масонский орден. Его тайны хранились членами ордена под страхом смерти. Они поставили перед собой задачу проникновения в правительство разных стран, военные круги, крупнейшие корпорации и финансовую систему мира. Этот орден был основан в конце 18-го века Майером Амшелем, основателем династии Ротшильдов. Изначально организация создавалась для распространения бизнес-интересов семьи по всему миру. Однако в начале 19-го века у клана Ротшильдов появились более амбициозные цели. Объединить планету под единым центром власти. Ротшильды стали быстро расширять масонский орден. В него вошли самые богатые и авторитетные люди разных стран. Это фрагмент переписки между Альбертом Пайком, главой американских масонов, и его соратником Джузеппе Мадзини, главой масонов европейских. Этот документ уже много лет выставлен для всеобщего обозрения в библиотеке Британского музея. Экскурсоводы рассказывают о нем как о всего лишь предмете старины, подчеркивая его абсурдность. Но история говорит об обратном. В письме Альберта Пайка черным по белому написано о планах братства. Установить тотальный контроль над планетой при помощи трех мировых войн. Первую мировую войну стоит планировать на начало будущего века. Вторую я рекомендовал бы начать лет через 30 после первой. Альберт Пайк написал эти слова в 1870 году. Он умрет спустя 20 лет. В его честь в Вашингтоне установят памятник, а указанные им даты начала двух мировых войн сбудутся в точности. Что написал Пайк по поводу третьей и последней войны? Не секрет, конечно, откуда появляется золотой запас и ценности у людей, которые ведут активные войны. Мы же знаем такую поговорку, что война для кого-то мать родна. Вот как раз для тех, кто развязывает глобальные широкомасштабные войны, вот этот процесс является методом обогащения. Это редкие кадры кинохроники. Лето 1944 года. Знаменитая Бреттон-Вудская конференция в США. Странная история. Вторая мировая еще не закончилась. Советские солдаты продолжают проливать кровь на фронте, а финансисты Европы и США собрались на тихом американском курорте, чтобы обсудить коммерческие вопросы. Да еще с кем? Мало кто знает, что на этой конференции присутствовал гитлеровский фюрер экономики Ялмар Шахт и президент германского рейсбанка Эмиль Пуль. Официально нацистская Германия и США на тот момент были врагами. Что же они обсуждали? Бреттон-Вудские соглашения это соглашения, которые описывали систему мира после войны. Объективное основание под них было то, что после того, как война закончилась, Соединенные Штаты Америки и по производству и по употреблению составляли больше половины мировой экономики. Все остальное было разбито. Именно на Бреттон-Вудской конференции как гром среди ясного неба прозвучало заявление о том, что в Соединенных Штатах сейчас находятся две трети золотого запаса мира. Поэтому доллар автоматически становится мировой валютой. Мировых вот этих резервных валют согласно Бреттон-Вудским соглашениям было две. Это американский доллар и английский фунт стерлингов. Но английский фунт стерлингов не потянул. Поэтому доллар он и остался по сути единственной валютой. Почему? Потому что на доллар можно было купить все, что угодно и где угодно. Но каким образом 70% всего золота мира к концу Второй мировой войны оказались на территории Америки, которая еще лежала в руинах после Великой депрессии? Во время Великой депрессии в США от голода умерли около 9 миллионов человек. Власти судорожно собирали золото. Это было единственное, что имело ценность. Людям запрещали владеть золотом под страхом тюрьмы и заставляли передавать в казну все, что у них находилось дома. Не могло же правительство США насобирать 70% мирового запаса золота по тюфикам местных пенсионеров. Экономист и писатель Дэвид Уилкок провел собственное расследование. Сегодня он убежден, что знает правду о самом циничном и бессовестном заговоре миллионеров против человечества. Смотрите далее, как делали миллионером Адольфа Гитлера. Все известные американские политики участвовали в том, что приводили Гитлера к власти. Вторая мировая война всего лишь часть плана составленного 140 лет назад. Никаких угрозений совести, никакой морали, только бизнес. Смотрите сразу после рекламы на канале РЕН-ТВ. Миллион на выданье. Отдайте мой миллиард. Миллион на выданье. Отдайте мой миллиард. Вы хотите знать, почему в России ипотека стоит больше 10%, а в США всего 5%, только в последние годы ее никто не берет? Хотите понять, почему вы переплачиваете за еду и бензин, который наша же страна и производит? Хотите понять, почему мир зависит от доллара и когда все это кончится? И главное, что начнется после того, как доллар рухнет? Тогда вам придется выслушать эту историю с самого начала. 12 сентября 1919 года в грязной пивной города Мюнхена собралась компания полупьяных мужчин. На огонек заглянул никому тогда неизвестный отставной солдат-фронтовик. 30-летнего ефрейтера звали Адольф. В самом начале своей политической карьеры у Гитлера совершенно не было денег. Снимал он нищую комнатушку, в которой из мебели была кровать, тумбочка и полка. И больше ничего. Соответственно, и выглядел он по нашим сегодняшним понятиям, очень похож на бомжа. Мужчины собрались на заседание своего кружка под названием Свободный Рабочий Комитет за достижение доброго мира. Мало кто знает, что именно так сначала называлась будущая грозная национал-социалистическая партия Германии. В то время дела у нацистов шли из рук вон плохо. У расклейщиков агит-плакатов не было денег, чтобы купить клей. А будущий фюрер не мог проводить смотр своих солдат зимой, потому что ни у кого из них банально не было теплой обуви. Инфляция была столь сильна, что гражданин немецкий, который приходил утром в магазин с мешком денег и покупал буханку хлеба, в вечер, в тот же вечер не мог уже купить ту же буханку хлеба за те же деньги. Ему надо было, к примеру, уже два мешка. Осенью 1923 года одно куриное яйцо стоило столько же, сколько 10 лет назад стоили 30 миллионов яиц. Людей хоронили в картонных коробках. Гроб был неслыханной роскошью, а солдат-оборванец Гитлер внезапно стал миллионером. В политической деятельности любой партии средства могут появиться лишь двумя путями. Либо внутри страны некие сторонники, промышленники будут финансировать эту политическую силу, либо эту политическую силу начнут финансировать враги государства извне. С 1 январь 1923 года Адольф набрал и полностью обмундировал 5000 штурмовиков. Спустя всего 2 года он купил вот эту знаменитую виллу в Баварских Альпах. Шестиместный Мерседес последней модели и переехал в 9-комнатную квартиру в престижном районе Берлина, где немедленно нанял телохранителя, шофера, двух поваров и даже садовника. Вопрос, откуда у него деньги, задала себе, а потом и Адольфу Гитлеру налоговая служба Германии. Гитлер отвечает, это гонорар от книги Майнхамф. Смотрим на тираж, который тогда был. Всего лишь несколько тысяч экземпляров. Это невозможно. В официальном ответе на запрос налоговой полиции Веймарской республики Гитлер указал следующее. Не в 1924 году, не в первом квартале 1925 года я никаких доходов не получал. Прожиточные расходы покрывал займами. Кто же предоставлял будущему врагу человечества столь крупные займы? Писатель и историк Николай Стариков многие годы исследовал эту тему и сегодня убежден, что нашел самого щедрого друга Гитлера. Вот он, Эрнст Ганнштенгель, выпускник Гарварда, сын немца и гражданки США и кадровый разведчик Сейру. Эрнст Ганнштенгель, фигура очень интересная, к ней стоит повнимательнее приглядеться. Он познакомился с Гитлером, подружился с ним и начал давать ему советы. Он объяснил ему, что нужно дружить именно с англосаксонскими странами и ни в коем случае не воевать с Игновными Штатами Америки. Именно с появлением Ганнштенгеля в жизни Гитлера на счета фюрера начали капать немалые деньги. Десятки миллионов марок через нейтральные швейцарские банки от неизвестных дарителей. Серый кардинал Ганнштенгель занимал в нацистской партии скромный пост пресс-секретаря, но почему-то был на короткой ноге с Уинстоном Черчиллем, Бенитом Уссалини и Франклином Рузвельтом. С последним он вообще вместе учился в Гарварде. Самое интересное, что в 1937 году, когда Гитлер окончательный окреп и больше не нуждался в поддержке, Ганнштенгель мирно распрощался с другом Адольфом и переехал в США работать советником президента Рузвельта. Это можно было бы воспринять спокойно, если бы не ситуация, которая сложилась в 1945 году касаемо тех, кто служил нацизму. Ганнштенгель не был наказан никоим образом и благополучно дожил свой век, причем самое любопытное, что он вновь вернулся в Германию и закончил свои дни у себя на родине в Мюнхене. Это архивы гестапо, переписка руководителей СС и высшего руководства партии, письма Кальтанбрунера и Бормана, вдоль и поперек изученные историками. Именно благодаря этим документам мир знает о страшных злодеяниях фашизма. Интересно, почему столь откровенные улики не были уничтожены руководством СС? У них же было время. В последние дни Третьего рейха фашисты торопливо жгли свои архивы. Документы об уничтожении миллионов цыган и евреев они почему-то оставили, зато полностью уничтожили 90% финансовых документов. Выходит, в бухгалтерских отчетах хранилась еще более опасная информация, чем в рапортах о применении газовых камер. Это значит, что больше всего фашисты боялись, что весь мир узнает, откуда взялись средства на приход фюрера к власти. Это был сговор. Британцы и американцы профинансировали приход Гитлера к власти. Он взамен обещал разгромить Советский Союз. Но и по ходу дела там у них родился еще один план. Мы уже никогда не узнаем, кто именно придумал это первым. Сам Гитлер, его финансовый гений Ялмар Шахт или хитроумный Черчилль. Но идея выглядела неплохо. Правительство США обратилось к европейским лидерам и крупным банкирам с предложением передать Америке весь золотой запас своих стран на хранение. Под проценты, конечно. Предложение выглядело разумно. Как-никак война на носу. Безумный Гитлер, а тут и не менее безумные советы следом за ним могут ворваться на европейские земли. Безопаснее хранить золото за океаном. Лидеры Европы, посовещавшись, согласились. Забрать золото договорились после войны, когда Гитлер и Сталин благополучно уничтожат друг друга. Именно так появились на свет те самые бронзовые ящики, наполненные облигациями секретной серии 1934. Каждая облигация давала предъявителю право потребовать миллиард долларов наличными. Облигации, которые Федеральная резервная система выдала фашистской Германии за то золото, которое немцы заплатили США. Никто не знал о том, что Гитлер за свой кусок от этого золотого пирога со своей стороны гарантировал. Никто из тех, кто передал золото, в ходе войны не выживет. И это обещание он действительно выполнил. Именно так к 1944 году на территории США оказалось 70% золотого запаса всего мира. Все были уверены, что облигации из серии 1934 к оплате никто и никогда не предъявит. Пока в 2012 году на сцене не появился коммерсант Джозеф Риад и не потребовал выплатить ему миллиард. Счастливый обладатель 250-ти миллиардных облигаций, совершенно не понимающий, что с ними делать, Джозеф Риад нанял частного детектива. Дэвид Хаттлзер обещал предоставить клиенту исчерпывающую информацию об истории этих облигаций. Хаттлзер одновременно понимал, что ему надо быть осторожным и что в его руках очень важная информация. Может быть, даже более ценная, чем миллиардная облигация. Чем больше он общался с экспертами, тем больше он стал понимать, в какую опасную игру он включился. Дэвид Хаттлзер и его восьмилетний сын Микки были убиты спустя неделю после того, как сыщик передал клиенту досье, где подробно описывалось предыстория облигаций Федерального резерва и планы американской элиты по захвату власти над миром. Полиция заявила, что Дэвид Хаттлзер застрелил собственного сына, поджег дом, а затем выстрелил себе в голову. Тогда Джозеф Риад решил гарантировать свою безопасность. План был прост. Явиться в казначейство США и потребовать обналичить всего одну облигацию из 750 и привлечь к себе таким образом внимание всего мира. Да, его действительно арестовали, обвинили в мошенничестве, но на задержании Риад сразу сказал властям, что если с ним что-то произойдет, в прессу разных стран мира будет отправлено все, что ему удалось узнать и планы американской элиты будут раскрыты. Сейчас с Риад уже сняты все обвинения в мошенничестве, но и денег он так и не получил. Все облигации у него были конфискованы и теперь он сам судится с правительством США, требуя выплатить ему законную сумму. Это один из самых престижных и дорогих вузов мира, Ельский университет. Его студенты каждый день упорно учатся, чтобы сразу после выпуска получить высокооплачиваемую и престижную работу. Выпускниками университета стали Джеральд Форд, Джордж Буш, Уильям Клинтон, Джон Керри, Хиллари Клинтон и наш соотечественник Алексей Навальный. Именно здесь было создано знаменитое масонское общество Череп и Кости. Сюда примерные студенты приходят по ночам, после учебы. На некоторых кадрах видно, как из штаб-квартиры ордена Череп и Кости, который называется гробница, выбегают совершенно обнаженные люди и бегают по двору. Кандидаты на вступление на ночь оставляют в гробу со скелетом, с останками человека, и он должен в этом гробу провести ночь. Учебники истории пишут о том, что американские власти с самого начала жестко осудили действия Адольфа Гитлера. Однако мало кто знает, что Прескотт Буш, дед прошлого президента США Джорджа Буша, всегда поддерживал фюрера и саму идею Третьего Рейха. Буш разделял расовые убеждения Гитлера, зачитывался Майнкампф. В 1938 году журнал Тайм, созданный Прескоттом Бушем и возглавляемый его другом, назвал Гитлера Человеком Года. И именно Прескотт Буш основал тайную организацию Череп и Кости и через ее счета финансировал нацистов. В названии, кстати, Череп фигурирует не случайно. Это символ расовой чистоты. Конечно, Америка финансировала Гитлера, это понятно, потому что они боялись коммунизма. В других странах влияние коммунистов было огромным. И поэтому был придуман вот этот проект Гитлера. Интересно, что страны Европы и Америки благосклонно относились не только к Адольфу Гитлеру. Итальянский диктатор Бенита Муссолини пользовался славой самого прогрессивного мыслителя того времени. Так Уинстон Черчилль называл его величайшим из ныне живущих законодателей. Соединенные Штаты Америки безусловно участвовали и в восстановлении Германии после Первой мировой войны, и в поощрении германских национистских планов, и в ослаблении Европы. Мне кажется, что Соединенные Штаты Америки сыграли чуть ли не роковую роль в развязывании Второй мировой войны. Германия и ее союзники были убеждены, что США сохранят в будущей войне благосклонный к ним нейтралитет. Уверенность подкреплялась золотом, которое они отправили американцам. В итоге тайная политика Штатов дала свои результаты. Германия стала захватывать страны Европы одну за другой, а США зарабатывать на этом. Способ делать деньги состоит в том, чтобы торговать, когда на улицах льется кровь. Джон Рокфеллер. До 41-го года Америка как страна экономическая сегодня не представляла ничего. Учитывая еще к тому, что была великая депрессия, они там сидели и думали только о том, когда они передохнут все. С начала Второй мировой войны дал возможность Америке начать поднимать свою промышленность за счет того, что заниматься поставками в воюющие страны. Удивительно, но бизнесмены США не прекратили деловые отношения с Гитлером даже после того, как в войну вступила их страна. Потому что Америка не была заинтересована в быстром завершении этой бойни. Ведь чем дольше она длилась, тем слабее становились ее основные конкуренты и тем больше богатств перетекало в США. Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России. А если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии. Таким образом, пусть они убивают как можно больше. Будущий президент США Гарри Троман. Германия воюет с Америкой, с Англией, со странами Антанты и России. Тем не менее, американские консервы поставляются в германскую армию. Американский шоколад, американское кофе. Никаких угрызений совести, никакой морали, только бизнес. Бизнес бизнесом, но главной целью было золото. Национальные валюты всех стран Европы стремительно обесценивались, а американцы все равно с удовольствием соглашались с ними торговать. Но за золото, дорогие партнеры, ведь у вас инфляция. Летом 2011 года 30-летний американец Роберт Спайк пришел в Бэнк оф Америка, чтобы заплатить за свой огромный долг по ипотеке. Увидев, чем он хочет расплатиться, сотрудники банка вызвали полицию. Это был золотой слиток весом в 10 килограммов. Его цена сегодня превышает полмиллиона долларов. Но главное, на нем была польская маркировка времен Второй мировой. В полиции Роберт пояснил, что получил этот слиток от своего деда, воевавшего на Западном фронте. Так, случайно, спустя 73 года появилась первая улика в загадочном деле об исчезновении золотого запаса Польши. 5 сентября 1939 года, спустя пять дней после начала Второй мировой войны, правительство Польши приняло решение вывезти из страны 100 тонн польского золота, чтобы оно не досталось нацистам. Тогда они вывозили золото, во-первых, для себя любимых, во-вторых, чтобы оно не досталось ни Германии, ни Советскому Союзу. Польша это буферная зона, и тот, кто пройдет по этой территории, обязательно поживится. Поскольку грузовые машины были реквизированы польскими военными, золото стали вывозить на обычных городских автобусах. На Западе шли активные бои, и спецслужбы решили везти драгоценный металл на юг, в Румынию. Какова была его дальнейшая судьба, неизвестно. Мы знаем лишь, что после победы над Германией эти золотые слитки были обнаружены уже в хранилищах США. А золото можно было взять только в Европе. У американцев во Второй мировой была такая же цель, как и у Гитлера, получить контроль над миром. Но если Германия хотела ее достичь через военную силу, то США через экономику. Для этого им необходимо было конфисковать большую часть золота и ценностей планеты. США строят определенную свою колониальную империю только другими способами и с помощью других инструментов экономических, не военной силы. Как и планировалось в ходе войны лидеры страны банкиры, передавшие в США свое золото были уничтожены. 70% его запасов оказалось на территории Америки, а немногим счастливчикам достались облигации достоинством в миллиард долларов каждая. Американские финансисты Рокфеллеры, Ротшильды и другие сыграли как по нотам. Теперь все богатство было в их руках, а никто даже не понял как их обманули. Весь мир считал их спасителями. Весь мир шокировал геноцид и мародерство нацистов. Эти преступления были ужасной правдой, но пока весь Запад следил за событиями в Европе, на другом конце света происходили преступления еще большего масштаба. Японцы в этом смысле были ребята мягко говоря злобные. Страна, которая потеряла больше всех людей во второй мировой войне это не СССР, это Китай. Японцы там убили много десятков миллионов человек. Только сейчас из рассекреченных архивов становится известно, как Япония формировала особые команды, известные как золотая лилия. В их главную задачу входила конфискация золота, серебра, драгоценных камней и вообще любых ценностей из тех стран, которые были захвачены страной восходящего солнца. Феноменальное богатство Востока и Юго-Восточной Азии копилось тысячи лет, и Япония хотела им завладеть. В императорской сокровищнице Японии оказались десятки тысяч тонн золота плюс огромное количество серебра и россыпи драгоценных камней. Награбленные решили закопать на Филиппинах. Японские картографы нарисовали карты каждой площадки, а бухгалтеры сделали пометки на каждой из них с указанием стоимости хранившихся там ценностей. Всего таких площадок насчитывалось 170, а общая стоимость сокровищ превышала полтриллиона долларов в ценах того времени. Сегодня их цена повысилась уже в десятки раз. Мало кто знает, что в 1945 году после разгрома японской армии на Филиппинах был запущен совершенно секретный проект по возвращению богатств награбленных и захороненных золотой лилией. Проект контролировали Эдвард Лансдейл и Северина Гарсия, офицеры американского разведывательного управления. Таким образом в ходе Второй мировой войны правительство США получило большую часть золота и ценностей стран Европы. А Япония стран Азии. Затем она была оккупирована американскими войсками и оказалась под полным контролем этой страны. В ней до сих пор находятся американские военные базы и 35 тысяч морских пехотинцев США. Молчание нужно подкреплять силой. Это китайский мастер по фэншую Джетли. В его семье секреты фэншуя передавались из поколения в поколение многие сотни лет. Сегодня он преподает в Москве древнее искусство богатства и процветания. Всем известно, что Япония поставила своей целью захватить богатство, которое Китай копил несколько тысяч лет. Но немногие знают, как китайцам удалось нажить такое благосостояние. Все дело в древней науке фэншуй, секреты которые передавались в течение тысячелетий. Джетли считает, что фэншуй это не магия и не чудеса. Это самая настоящая наука, построенная на своих законах. Фэншуй это математика, это логика и точные расчеты. Когда вы ими владеете, ничего сверхъестественного уже нет. В этот день, в этот час нужно поставить определенный активатор энергии в определенном месте. И у вас каким-то образом перевыполняется план продаж или приходит успех в чем-то еще. Мастер Ли специально для нашего проекта дает несколько универсальных советов, которые помогут стать богаче. В определенных местах вашего дома концентрируется определенная энергия. Ваша задача поставить в это место активизатор этой энергии. Прежде всего, это водные объекты, фонтан или аквариум. Но если вы поставили дома аквариум, это не значит, что завтра на вас свалятся деньги, их нужно зарабатывать, а ваш активизатор будет вам незаметно помогать. У каждого человека свой путь достижения подлинного процветания богатства и гармонии. В России уже есть тысячи людей, которые посвящают себя изучению фэншуй. Одна из них Нина Смолина. Она специально приехала на тренинг мастера Ли из Иваново. Она 25 лет проработала в банковской сфере. Мне интересно было узнать, что такое деньги, откуда, зачем, почему, почему у одних они есть, а у других их нет. Нина поняла, что деньги это не просто обычный предмет, с которым мы сталкиваемся каждый день. Они обладают своей энергией и непрерывно взаимодействуют с людьми. К одним они более благосклонны, а к другим менее. Но это отношение мы формируем сами. Нина делится со зрителями РЕН-ТВ одним из базовых правил, которому учат своих клиентов в банке. В день зарплаты вы обязательно должны прийти со своим доходом домой. Сначала получил, пришел домой, потом в магазин. А не получил в магазин домой, чтобы денежная энергия осталась дома. Если вы будете делать все наоборот, вы денежную энергию будете оставлять в супермаркетах, а домой приносить грустные вздохи от того, что осталось в вашем кошельке. Правда о Второй мировой войне, которую не найдешь в учебнике истории. На какую сумму Федеральный резерв США ограбил мир во Вторую мировую? И зачем им сейчас нужна третья? Смотрите прямо сейчас! Из официальных документов следует, что в феврале 45-го в баварский город Зальцкамергуд доставили несколько сотен ящиков с золотом, бриллиантами и платиной в слитках. Стоимость сокровищ не поддается оценке. Все сбросили в местные озера и спрятали в специальных горных тайниках. После войны американские водолазы нашли ящики с золотом, но удалось отыскать лишь пятую часть сокровищ Рейха. Остальное словно растворилось. Как один из нюансов сокрытия золота, мы можем вспомнить известную историю с поездом 277, на который было погружено очень много золотых слитков, драгоценностей. Вполне вероятно, поезд дошел до каких-то схронов, которые уходили под землю, и там растворился. Три вагона с золотом из банков советской Украины вывезены при отступлении штандартам фюрером СС и Йозефом Спаселем. Один вагон с церковным золотом из Румынии, вагон, наполненный драгоценными окладами икон, крестами и чашами из Югославии, 120 тонн золота из Италии, запас муссолини. Все эти ценности вывезли из Берлина поездом номер 277 31 января 1945 года. В феврале они оказались в Мюнхене, потом в Зальцбурге, а дальше в Бал-Аузее. Затем состав направился на юг, где поезд словно растворился в воздухе. И этот поезд должен был следовать до своего конечного маршрута, куда он так и не пришел. Но он проходил по территории исследования, занятые американцами. И, конечно же, если он достался американцам, то вряд ли какие-то сведения о нем просочились бы. Так или иначе, но тысячи тонн золота и целые ящики с бриллиантами и платиной после Второй мировой войны оказались в США. Это золото и драгоценности были секретно перевезены в Америку, чтобы создать новую могущественную экономику, которая бы подкреплялась огромными запасами редкого металла. Вот они, подлинные итоги Второй мировой. Главный конкурент Америки, Европа, фактически уничтожен. СССР, победивший Гитлера, пока американские финансисты подсчитывали барыши, лежит в руинах. Весь мир передал свое богатство США и все равно остался должен. Смотрите далее. Что происходит с теми, кто покушается на власть доллара? Те лидеры, которые выступают против зависимости от Запада в экономическом отношении, кончают плохо. Как Америка заставляет весь мир финансировать свои войны? Напечатано уже столько долларов, что за последние 10 лет они обесценились на 680%. Смотрите сразу после рекламы на канале РЕН-ТВ. Миллион на выданье. Отдайте мой миллиард. Миллион на выданье. Отдайте мой миллиард. Сейчас в Соединенных Штатах Америки по-прежнему находятся две трети золотого запаса мира. А живет там всего 4,5% населения земного шара. Чтобы удерживать подавляющее большинство денег, абсолютным меньшинством людей нужно доминировать в военном отношении. Есть такая народная примета, что те лидеры, которые выступают против зависимости от Запада в экономическом отношении, кончают плохо. Президент Франции Шарль Деголь был одним из немногих европейских лидеров, кому удалось выбить из американцев французское золото. С огромным трудом после нескольких лет шантажа и взаимных угроз Деголь выкупил за полтора миллиарда долларов полторы тонны золота. Это вызвало цепную реакцию во всем мире. Примеру Франции последовала и Германия. Всего за два года Америка лишилась 10 тысяч тонн золота, которое с таким трудом собирало со всего мира. Проблемы в этой системе начались в 1971 году, 15 августа, когда президент Никсон объявил дефолт Соединенных Штатов Америки, отказавшись обменивать доллары на золото. Однако президенту Деголю дорого обошлась его непокорность. Спустя год после получения золота во Франции начались масштабные студенческие волнения. привели к тому, что своенравный генерал был вынужден подать в отставку. Всего через год Деголь умер от разрыва сердца. США наказали Деголь, организовав его свержение в 68 году, но суть от этого не менялась. Деголь же объективную ситуацию использовал. Он понимал, что доллар неминуемо должен девальвироваться, поэтому золото важнее, чем доллар. Президент Панамы Амар Тарихас пришел к власти, свергнув проамериканского диктатора Арнульфа Ариаса. Вскоре он убрал из страны американские нефтяные компании, закрыл ее военные базы и, главное, вернул своей стране контроль над Панамским каналом, который разделяет Северную и Южную Америку. Такая непокорная политика привела к острому конфликту Тарихаса лично с президентом Рейганом и министром обороны США Касфором Уайнбергером. 31 июля 1981 года президент Панамы погиб в авиакатастрофе, когда в его самолете взорвалась бомба. Американские спецслужбы, это известно, приложили определенные усилия. Ни у кого не возникло сомнений в том, кто его убил. Эта смерть послужила наглядным примером того, что произойдет с теми, кто осмелится бросить вызов интересам Америки. Устранение неугодных президентов уже давно стало нормой американской внешней политики. Эксперты насчитывают не меньше 20 глав государств, к свержению или убийству которых причастны США. Президент Панамы Амар Тарихас, президент Югославии Слободан Милошевич и президент Ирака Саддам Хусейн лишь несколько из них. Последним пополнил этот печальный список ливийский лидер Муамар Каддафи. Российский предприниматель Герман Стерлигов убежден, что Каддафи убили за то, что он собирался ввести в обращение новую валюту в золотой динар. Она должна была похоронить доллар окончательно. Каддафи струсил и поэтому погиб. У него была возможность выйти из ситуации к героям. У него была возможность выкинуть флаг выхода в золотую и серебряную валюту, как на национальную валюту не только Азии и Африки, но и Европы. И он уже вышел из зоны обвинений в терроризме и прочей ерунде, о которой шла речь, в зону борца против обмана бумажного доллара. Однако некоторых лидеров судьба Каддафи не только не напугала, но наоборот укрепила в их решимости бороться с властью Америки. Президент Венесуэлы Уго Чавес вскоре после начала бомбежек Ливии потребовал вернуть 220 тонн золота его страны. Раньше оно хранилось в банках Англии и Америки. Сейчас оно уже возвращено в Венесуэлу. А президент Чавес все чаще говорит о необходимости создания единой латиноамериканской таинственному стечению обстоятельств. Вскоре после того, как он впервые заикнулся об этом в середине 2000-х, у него обнаружили злокачественную раковую опухоль. Врачи утверждают, что жить ему осталось не больше трех месяцев. Это авианосец США Джордж Вашингтон. Стоимость его постройки 7 миллиардов долларов. А каждый день эксплуатации обходится в 10 миллионов. Таких авианосцев у Америки 11. А это самый дорогой в мире истребитель Раптор. Его стоимость с учетом программы создания превышает 300 миллионов долларов, а один час полета 50 тысяч. Таких истребителей у США 190. Эта техника делает Америку самым сильным государством на планете. Невероятно, но основы этого господства были заложены тем самым Бреттон-Вудским соглашением, когда ведущие страны мира согласились сделать доллар мировой резервной валютой. Американский протекторат как гарантия сохранения бургарного строя в странах Западной Европы им был тоже жизненно необходим. А соответственно и на доллар как основной платежный инструмент в рамках вот этого Атлантического Евроатлантического Союза. Предположим, что правительство США решило, что ему на войну в Афганистане нужно еще 500 миллиардов долларов. Сказано, сделано. Одним нажатием кнопки в экономике США появляется больше на полтриллиона, на которые они могут вести боевые действия. Но ведь товаров осталось столько же, сколько и было. Тогда что дает ценность напечатанным деньгам? Ответ, уже напечатанные деньги. Совокупные активы Федеральной резервной системы не обследвечивают по-моему и 1% стоимости всей массы долларов. То есть это все держится на доверии. Как только доверие упадет или вообще рухнет, тот же доллар обесценится. И надо будет каким-то образом вводить новую малюту. Вы храните свои сбережения в долларах? Тогда правительство США может сказать вам спасибо. Ведь печатая новые деньги, оно обесценивает ваше сбережение. Тем самым вы участвуете в финансировании американских войн и оплачиваете ее огромные военные расходы. За последние сто лет американский доллар обесценился в 30 раз. Только представьте себе, сегодняшний доллар это всего лишь 3 цента от доллара начала прошлого века. До принятия Бреттон-Вудского соглашения процесс его обесценивания шел медленно. Но когда американцы получили право печатать деньги без ограничений, он ускорился в разы. Одна программная миссия, потом вторая, потом третья. Жизненный уровень населения постоянно падает, структура экономики постепенно деградирует. Но не все так просто. Как только кто-то из мировых лидеров посмеет заикнуться об этом и покуситься на экономическую гегемонию Америки, он быстро узнает, зачем она столько денег тратит на армию и флот. Сегодня военный бюджет армии США превосходит совокупный военный бюджет практически всех стран мира вместе взятых. И если брать по сроку затратам, с учетом него приливых факторов, он приближается к триллинам долларов в год. История 20 века поражает своим цинизмом. Первые, вторые мировые войны были частью одного грандиозного плана по обогащению всего нескольких семей. На пути к этой цели для них не было запретных приемов. Когда же все богатство оказалось в их руках, им этого показалось мало. Смотрите в заключительной серии цикла «Миллион на выданье». Как попадают в список богатейших людей планеты журнала Forbes? Список Forbes это некоторая такая пиар-мулька. Кто на самом деле богаче всех? Богатство это средство, а конечная цель это мировая власть. И какое будущее для нас с вами готовит мировая элита? Чип это отдельная вещь, напрямую связана с проблемой с программой до популяции населения. Смотрите в заключительной серии уникального проекта РЕН-ТВ «Миллион на выданье». «Как заработать большие деньги?» «Деньги надо любить как сгусток энергии». Советы от тех, кто воплотил мечту о сказочном богатстве в жизнь. «Для старта бизнеса категорически необходимо, чтобы результат был близкий и не придумывать велосипед». «Почему самые богатые люди планеты находятся в конце списка Форбс?» «Залог власти – это секретность и незаметность». «Можно ли доверять рейтингам миллиардеров?» «Тюрнал Форбс относится к структуре дезинформации». «Кто довел миллионера Майкла Джексона до полной нищеты?» «Ты не можешь сказать, кто тебе друг, кто тебе враг». «Зачем российским олигархам собственный морской и воздушный флот?» «Инги являются компенсацией внутренних комплексов». «И стоит ли стремиться к большому состоянию?» «Богатство большое, так может быть, чего даже хуже, чем полная нищета». Смотрите в заключительной серии уникального проекта РЕН-ТВ «Миллион на выданье». «Миллион на выданье». «Бедный нищий миллионер». «Миллион на выданье». «Бедный нищий миллионер». Третья серия. Его имя 13 раз занесено в Книгу рекордов Гиннеса. Он получил более 300 музыкальных премий и продал около миллиарда копий своих альбомов. Король поп-музыки Майкл Джексон заработал за свою жизнь больше трех миллиардов долларов. Все были уверены, что после своей смерти он оставит огромное наследство, но вместо этого поп-идал оставил огромные долги. Больше 20 лет непрерывных судебных тяжб и безудержные пожертвования довели музыканта до полной нищеты. Его фанаты подсчитали, что он потратил на адвокатов больше 100 миллионов долларов, а на благотворительность и вовсе порядка 500 миллионов. «Жизнь нас учит. Ты не можешь сказать, кто тебе друг, кто тебе враг, понимаете? и кому доверить свои средства?» А это другая звезда шоу-бизнеса. В мае 2012 года авторитетный финансовый журнал Forbes озвучил десятку самых высокооплачиваемых певиц мира. Возглавила его 31-летняя американка Бритни Спирс, заработавшая за 12 месяцев 58 миллионов долларов. «Ради денег ты зарабатываешь свой первый миллион, а все остальные миллионы, миллиарды ты зарабатываешь из страха потерять тот самый первый. То есть опуститься вниз, опуститься из своего нынешнего благополучного положения, к необходимости, я не знаю, ходить на работу. Поэтому все вот эти 15 миллиардов долларов, 20 миллиардов долларов, это подушка безопасности». С самого начала своей карьеры певица с удовольствием вела роскошную жизнь. Ее настоящей страстью были дорогие автомобили. В автопарке Бритни несколько кабриолетов таких марок, как Мерседес Бенц, Порше и Бугатти. Своему бывшему мужу Кевину она на день рождения подарила вот этот серебристый Феррари за 3 миллиона долларов. Не так давно стало известно, что певица купила роскошный особняк на берегу океана за 8,5 миллионов долларов. В нем 5 спален, 7 ванных комнат, винный погреб, бассейн и теннисный корт. Уважительность к деньгам выражается в том, что к ним нужно относиться без транзирства. Вы удивитесь, но Бритни Спирс не имеет права тратить свои собственные деньги. Всем ее состоянием управляет отец. И именно он решает, что ей можно покупать, а что нет. Они не бизнесмены, они творческие люди. Люди, которые могут, скажем так, реинвестировать свои средства в какие-то бизнес-машины, у которых есть какая-то интуиция. Но человек, находящий всю жизнь в творчестве, рядом с ним всегда будут жулики, которые всегда захотят его объегорить, обманывать, что-то сделать. Удивительно, но люди, которых весь мир привык считать самыми богатыми на самом деле, очень часто оказываются почти нищими. И наоборот, в современном мире и нищие неожиданно оказываются миллионерами. Четыре года назад в небольшом шведском городке Шелефтео от сердечного приступа умер бомж Курт Деггерман. Он больше тридцати лет нищенствовал, собирая пустые пивные банки и ковыряясь в мусоре. Каково же было удивление его приятелей, когда выяснилось, что к концу своей жизни Курт накопил один миллион четыреста тысяч долларов. Это состояние заставило встретиться в суде его родственников, которые до смерти бомжа не сильно интересовались его судьбой. Это была очень необычная история. Люди даже с приличными доходами годами экономят и не могут накопить миллион долларов. А тут, казалось бы, обычный бомж оставил в наследство родственникам целое состояние. Курт, жестяная банка, именно так называли его приятели, казалось, ничем не отличался от остальных нищих города. Он питался объедками, которые находил на помойке и сдавал найденные банки в обмен на мелочь. Но в отличие от других бомжей, заработанные средства, Курт не тратил на выпивку, а хранил для инвестиций. Газеты он не покупал, а подбирал на улице или читал в городской библиотеке. Из них он узнавал, какие компании самые стабильные, чьи акции могут вскоре упасть в цене, а чьи вырасти. Обычный шведский бомж неожиданно оказался самым настоящим финансовым гением. Накануне своей смерти осенью 2008 года он составил завещание, в котором передавал все свое имущество двоюродному брату, который иногда навещал его. Оказалось, что в банковской ячейке Деггерман хранил 124 золотых слитка на сумму 300 тысяч долларов и ценные бумаги на сумму более миллиона. Смотрите далее, за что убили редакторы русской версии журнала Forbes. Он исследовал происхождение состояний в России. Как огромные деньги могут отравить нашу жизнь? Они создают бесчисленное количество невиданных проблем, которые превращают тебя реально в раба денег. Смотрите сразу после рекламы на телеканале РЕН-ТВ. Миллион на выданье «Бедный нищий миллионер». Это тройка самых богатых людей планеты в 2012 году по версии журнала Forbes. Мексиканский магнат Карл Слим Элу 69 миллиардов долларов. Основатель Майкрософт Билл Гейтс 61 миллиард и инвестиционный гуру Уоррен Баффетт, состояние которого оценивается в 44 миллиарда. Всего в мире по данным Forbes 1226 долларовых миллиардеров, чье совокупное состояние журнал оценивает в 4,5 триллиона долларов. Идея была выдвинута в конце 80-х в Америке, в США. Собственно, семья Форбс, фамилия такая, которые разработали на мой взгляд уникальную методику на составление подобных рейтингов, которая впоследствии распространилась на весь мир, потому что Форбс считает миллиардеров и богатейших людей всего мира, для чего открывают пункты по всему миру. К 2004 году журнал пришел в Россию. В список Форбс попадает много тех, кто очень хочет казаться богатыми. Это скорее люди, для которых сама цель показаться богатыми, чтобы они знали, что они богаты. Эксперты всего мира считают, что две богатейшие семьи планеты это Рокфеллеры и Ротшильды. Но где же главы этих семейств в списке Форбс? Перед своей смертью нефтяной магнат Джон Рокфеллер владел состоянием, которое сегодня превышало бы 318 миллиардов долларов. За время Второй мировой холодной войн клан только богател, ведь ему принадлежат огромные оборонные заводы и нефтяные компании США. Поразительно, но в списке Форбс внук Джона Рокфеллера Дэвид занимает скромное 491 место с капиталом всего в 2 миллиарда 700 миллионов долларов. Реальность состояния Ротшильдов и Рокфеллеров превышает официальную цифру в десятке, если не в сотни раз. А какую же строчку занимает нынешний глава семьи Ротшильдов? Клан, который сколачивал свои капиталы больше 250 лет. Его родоначальник настолько боялся потери нажитых богатств, что предписал своим потомкам брать в жены и мужья только двоюрных и троюрных родственников. 27 из 54 браков этого рода были кровосмесительными. И все ради того, чтобы деньги не уходили из семьи. Старший из Ротшильдов сегодня Натаниэль занимает в списке Форбс позорное 1153 место с состоянием в какой-то захудалый миллиард. Была произведена не так давно оценка мирового богатства без финансовых активов. Процентов 10 всех этих активов или всего этого богатства контролирует Ротшильда. Моя экспертная оценка. Ну, сколько это? Ну, 22 триллиона. Будем так говорить. Долг, государственный долг Соединенных Штатов сегодня порядка 15 триллионов. Наверное, могут погасить. Но почему же богатейшие люди планеты находятся в самом конце рейтинга журнала Форбс? Ротшильд сказал замечательную фразу, которую знают все действительно богатые люди. Деньги любят тишину. Эти люди никогда не выставляют на показ свое богатство. У них дома нет золотых унитазов, а их автомобили не украшены бриллиантами. Наоборот, 97-летний Дэвид Рокфеллер уже больше 50 лет носит один и тот же костюм. Один из американских миллиардеров приказал поставить в своем особняке заменить все телефоны, которые у него там были, на телефонный автомат. То есть, он проверил счета, увидел, что, скажем, за месяц набегает 150 долларов, посмотрел, сколько звонит он сам, оказалось, что только на 30. Сказал, нахрен мне такие расходы. Самые богатые люди планеты предпочитают свое состояние не афишировать. Они скрываются в тени фигур, которых сами же выставляют на показ. Таких, как Билл Гейс, у которого вполне приличная история обогащения. Солнительный магнат из Индии. Он самый богатый человек в мире. Журнал Форбс, первая строчка. его стали плавильные заводы, его бизнес входит в структуру сталилитейного мирового магната Дюпон. А где Дюпон? В строчке Форбса. Если самый богатый человек входит туда только в структурном подразделении. 9 июля 2004 года в Москве был убит главный редактор русской версии журнала Форбс Пол Хлебников. За несколько месяцев до своей смерти он опубликовал список 100 самых богатых граждан России. Причем многие фигуранты списка оказались этим крайне недовольны. Делаем бизнес прозрачным. Павел имел на этот счет свою идеологическую программу. Человек, который владеет крупным предприятием, является работодателем для, например, 150 тысяч человек. И поэтому и все общество должно знать, куда этот человек ведет 150 тысяч своих работников. Для Павла Хлебникова это была его, скажем так, идеологическая и политическая миссия. Он наставил на том, чтобы и журнал Форбс, и другие средства массовой информации работали именно так. Судьба Хлебникова показала, как опасно идти против тех, в чьих руках миллиарды долларов. Скандальный журналист не только не позволял диктовать политику своего издания, но и сам влиял на общественное мнение. Павел служил высокой идеей. У него горели глаза, он громко говорил, он не мог сидеть на месте, он ходил из стороны в сторону, он был очень увлеченным человеком. В своей книге «История разграбления России» Хлебников писал о причастности Березовского к убийству Владислава Листьева и хищением из бюджета страны. Говорят, что когда Березовскому не удалось добиться опровержения статьи через суд, он пообещал, что это так не оставит. На Борисе Абрамовича принято вешать все версии, потому что он человек и импульсивный, и загадочный, но, боюсь, что тоже нет. На этот момент Борис Абрамович сидел в Лондоне, а из Лондона не заказывают убийство американских журналистов. Люди из первых строчек списка Форбс на самом деле владеют огромными состояниями, но финансовым миром правят совсем не они. Многие эксперты утверждают, что они лишь марионетки, которых поставили управлять своими активами подлинные хозяева мира. Это люди, которым в силу определенных договоров сраздали эти деньги. Самыми богатыми являются те, кто их печатает. И мы не знаем подлинного состояния. Существует даже версия, что семейство Ротшильдов обладает сейчас чуть ли не половиной всех ресурсов. Те, кто сколачивал свои капиталы столетиями, слишком запятнали свои руки, чтобы выставлять себя на показ. Люди, чьи фамилии вы читаете в финансовых журналах, но их богатство ничто по сравнению с теми, кого в этих списках нет вообще. Либо они в самом конце. Это Ротшильды, Рокфеллеры, Морганы, несколько знатных китайских и европейских семей. Известный в США журналист, специалист по макроэкономическим преступлениям Бенджамин Фулфорд раньше работал издателем азиатской версии Форбс. За 25 лет жизни в Японии и Китае он создал самую большую в истории западной журналистики сеть информаторов, которые скупали сведения о самых богатых людях мира. Этот человек знает, как составляются списки богатейших бизнесменов на планете, кто туда входит, а кто нет. В эксклюзивном интервью каналу РЕН-ТВ он рассказывает об этом. Основы сегодняшнего мирового порядка были заложены в США в начале 20 века. Тогда группа банкиров во главе с Ротшильдами и Рокфеллерами получила право печатать доллар. С того момента эти две семьи на пару контролируют почти все богатства мира. Люди из первых строчек журнала Forbes всего лишь их управляющие. Мы часто слышим о российских олигархах, нефтяных магнатах и миллиардерах, которые покупают себе футбольные клубы, яхты и огромные самолеты. Мы им завидуем. Но не знаем, что очень часто это всего лишь глянцевая обложка, которая сверкает из последних сил. На самом деле за ней бесчисленные долги и кредиты. Есть две книжки Фобс. Первая книжка «Самые богатые люди мира», которых разрешено писать. А вторая книжка «Самые большие кредиторы мира». Эту книжку почему-то мы не любим читать и не знаем и вообще никто из средств массовой информации не говорит. Так вот наши олигархи в обоих книжках на первых местах. То есть их активы меньше, чем их долги. Они даже эффективно не используют то, что украли. Это известный российский олигарх Роман Абрамович. В рейтинге самых богатых людей России он занимает девятое место с состоянием около 12 миллиардов долларов по данным того же Форбс. Любому человеку ясно, что это очень большая сумма, но при этом мало кто понимает насколько большая. Посмотрите на Абрамовича. Он был сибнефтью, он уже не сибнефтью. Он вкладывал деньги в металлургии. Где-то он затормозил в своем развитии, где-то сделал неудачные инвестиции, где-то подразил денег на какой-то челси и много времени на это тоже. Все, он был богатейшим человеком, сейчас он не богатейший человек. Но денег все равно много. Бизнесмен владеет тремя яхтами класса люкс, которые британские СМИ называют флотом Абрамовича. Раньше в этом флоте было еще три корабля, но у них уже другие хозяева. Он не представляет чисто российское явление, и именно в этом залог его неуязвимости. Его группа изначально носила международный характер, поэтому он и находится в Лондоне, какая-то протекция могла быть, возможно, двигал кто-то его. Видимо, сам Абрамович не так верит в собственную неуязвимость, ведь его охраняет самая большая в Европе группа телохранителей из 40 человек. Проданная им яхта Пелорус оснащена бронированными стеклами, противоракетным радаром, двумя вертолетами и подводной лодкой. Ее цена около 300 миллионов долларов. Многие журналы писали, что это судно отошло бывшей жене Романа при разводе. Однако безопасность российского олигарха от этого не пострадала. У него есть другой корабль с такой же системой предупреждения о ракетном нападении яхта Эклипс. Кстати, она является самой длинной моторной яхтой в мире 115 метров. Подводная лодка, два вертолета, бронированная палуба и 70 человек экипажа. Все как положено уважающему себя олигарху. Британская газета Sunday Times оценила ее стоимость больше, чем в миллиард долларов. Удачно завершенная сделка, гениальная идея, это же спорт, огромный провал, это все такие драмы уровня античных трагедий. Многие люди просто становятся адреналиновыми наркоманами. Им важно не то, что за этот миллиард долларов, который он заработал, он может купить себе яйца фольберже, но зачем он мне? Продолжать дальше заработать. Он купил эти яйца, он же дальше пошел заработать. Еще один корабль ценой в сотню миллионов яхту Ле Гранд Ле Абрамович подарил своему другу миллиардеру Евгению Швидлеру. Ведь настоящие друзья на подарки не скупятся. Иногда деньги являются компенсацией внутренних комплексов человека, и он таким образом пытается ему отвердиться. И для него деньги являются что-то доказать кому-то или в принципе доказать кому-либо все равно сложно доказывать как правило само себе. У Абрамовича есть не только собственный морской флот, но и воздушный. В него входит Боинг 767 ценой около 150 миллионов долларов, еще один Боинг за 75 миллионов и целый ряд вертолетов Еврокоптер. После этого даже неудобно говорить о таких мелочах, как бронированные лимузины Майбах, автомобили Феррари FXX, Бугатти Вейрон, Мазерати Корса, Феррари 360 и Порше Карера. Но если вы думаете, что всех этих денег Роману точно хватит до конца его жизни, то ошибаетесь. По данным все той же Санди Таймс, только за полгода финансового кризиса состояние Абрамовича уменьшилось почти втрое. Но как это возможно? Всего за 6 месяцев потерять состояние в 12 миллиардов? Богатство человека определяются не теми доходами, которые он получает, а капитализацией его активов. А для того, чтобы заниматься бизнесом, ему нужны деньги. А деньги он берет в качестве кредитов под залог этих активов. В результате, чем больше у человека капитализации активов, тем обычно у него больше долгов. Что создает для всех членов списка этого самого ФОПСа, для всех богатых определенную проблему. Потому что если вдруг из-за кризиса капитализации падает, то она становится зачастую меньше, чем сумма долгов. Предположим, что у нашего олигарха наличных на 1 миллиард долларов. Капитализация его архивов, то есть стоимость на бирже его ценных бумаг, акций и заводов 5 миллиардов. А кредитов на ведение бизнеса на 4 миллиарда. Вроде бы все замечательно. Наш олигарх в плюсе на 2 миллиарда и может позволить себе продолжать вести роскошную жизнь. Но внезапно, в результате очередного витка кризиса в мировой экономике, он обнаруживает, что его актилы стоят уже не 5 миллиардов, а всего 2. А долгов, как был он 4, так и осталось. В мгновение ока наш олигарх превращается из миллиардера, владельца яхты и футбольных клубов, в полного банкрота. Люди, которые, казалось бы, являются самыми богатыми на планете, на самом деле являются почти нищими. Просто они сами об этом до поры до времени не знают. А вы жалуетесь на маленькую зарплату. Это бывший российский мультимиллионер Герман Стерликов. Он создал первую в истории нашей страны биржу. Она приносила ему и его партнерам огромные по тем временам деньги. 3-4 миллиона рублей в день. Однако Герман больше не занимается предпринимательством и счастлив, что избавился от забот своей прошлой жизни. Представлялся себе поначалу, что когда будут деньги, все проблемы будут решены. Оказывается, что они не просто не решают проблемы, они создают бесчисленное количество невиданных проблем, которые превращают тебя реально в раба денег. С утра до ночи ты должен их обслуживать. Смотреть, чтобы их не украли, где их размещать, там всякие конкретные ситуации, без конца. то есть проснулся начал, пока не заснул. И так каждый день. Все изменилось в жизни Германа после участия в выборах президента России в 2004 году. Сгонки бизнесмена сняли, и он потерял не только все свои деньги, но еще и тех людей, кто в него вкладывался. Чтобы вернуть долги, Стерлигову пришлось продать абсолютно все. Дом на Рублевке, офис на Красной площади, и всякие там заводы, газеты, пароходы, акции и прочее. Меня так жизнь выкинула на полянку в лесу, где мы поставили палатку с женой, и там стали строиться избуфу. Герман считает, что все мы сегодня стали рабами денег. Телевидение и массовая культура заставили нас забыть о том, что действительно важно. Семья, дети, первозданная природа и чувство свободы. Всего этого, считает он, нас лишил современный культ денег. У вас поддельная система мировесов. Вас структуры, которые били вам в голову ложной ценности. Этими резанными бумажками затмили вам вообще все в жизни, которые называются деньгами. Это обман. Вам нужно из него быстрее вылезать, бежать из этого обмана. Сам Герман уже давно бежал от современной жизни. Но если вы думаете, что его семья прозябает в нищете, то сильно ошибаетесь. Небольшой домик в лесу сегодня превратился в крупное крестьянское хозяйство на полном самообеспечении. Семья Стерлигова зарабатывает на жизнь скотоводством и выпечкой хлеба. Одна буханка 350-500 рублей. За раз в этой вечере мы выпекаем 120 булок за накладку. В каждую печь помечают посол буханы. У всех трех 120. Вот это колодие сделано прямо в пекарне, чтобы никуда не бегать за водой, чтобы вода была рядом. разводим козочек, овечек, всякую скотинку, без исключения практически, птицы немерено. Ну все, на жизнь хватает вот так вот. Выше крыши. Живем как сыры в масле катаемся. Ни один олигарх в Москве не имеет такой стол, который, слава Богу, есть у нас. Обычная православная жизнь крестьянская. Свои ценности Герман прививает и детям. Учатся они на дому, работают наравне со старшими, помогают по хозяйству. Телевизор никто не смотрит. Я специальных останавливал, когда я возил их за рубеж в самых дорогих гостиницах, чтобы они увидели самое дорогое, самое лучшее и так далее. Они знают, что это вообще через несколько часов надоедает, что это скукотища, что это только на картинках и в кино представляет какую-то ценность, а вообще это туфта. Сдохнуть можно от тоски. Эта история произошла в разгар кризиса августа 2008 года. Неожиданно для всего финансового мира обанкротилась одна из крупнейших инвестиционных компаний планеты Мэдов Инвестмент Секьюритис. Основанная в 60-х годах прошлого века, она стала самой крупной и долго живущей финансовой пирамидой за всю историю человечества. Пирамида Мэдов является характерным примером того, как работают вообще все стритовские финансовые структуры. Но я уверен, что таких компаний множество. И Мэдов производил хорошее впечатление. Пожилой мужчина, солидного вида. Многие считали, что он эксперт в области финансов. Компания Бернарда Мэдов пользовалась безграничным доверием вкладчиков со всего света. В нее вложили миллионы долларов простые люди и крупные компании. Конец этому пришел летом 2008 года. Привлечь новых инвесторов в компанию больше не удалось. Средств на то, чтобы выплатить прибыль старым вкладчикам не было. Пирамида рухнула. Мэдов убрал новых вкладчиков и соответственно не отдавал старым, а часть оставлял себе. в Мавруде. Когда в середине 90-х в России лопнула огромная пирамида Сергея Мавроди, все эксперты в один голос утверждали. В цивилизованных западных странах подобное никогда бы не могло быть. Однако Бернард Мэдов далеко переплюнул своего российского коллегу. Простым вкладчиком и крупным бизнесменом он нанес ущерб на 65 миллиардов долларов. Это сопоставимо с бюджетом всей Украины. Французский инвестор, вложивший в его фонд полтора миллиарда, покончил с собой после известия о крахе пирамиды. Установлено, что непосредственно из-за банкротства компаний лишили себя жизни 200 человек по всему миру. Сам Мэдов был осужден на 150 лет тюрьмы. Он является просто стрелочником. То есть одного выбрали и наказали. А система сама по себе она вся построена на этом. В принципе по большому счету финансовый сектор вышел под контролем. Многие эксперты утверждают сегодня вся мировая экономика является одной всеохватной пирамидой. Ее невольным вкладчиком является каждый из нас. И когда она рухнет под обломками будут похоронены все. Глобальный экономический кризис развивается. У мира практически почти точно есть год. Это российские бизнесмены Михаил Дашкиев и Петр Осипов. Им всего по 25 лет. Однако они уже воплотили в жизнь десятки бизнес-проектов и сегодня помогают в этом тысячам других людей. Они знают несколько простых правил, следуя которым каждый из нас способен разбогатеть. Чтобы начать вполне достаточно иметь в кармане 10-30 тысяч рублей. Главное называть тотальное намерение. Можно по-русски назвать упёртостью. Второе делание это способность человека сначала выпрыгнуть из самолёта, а потом искать парашют. Это очень страшно. Поэтому люди предпочитают обдумывать десятилетиями, потом так и не начинать действия. Ты видишь перед собой кирпичную стену, и ты так вот сжимаешься, бах, её пробиваешь, потом идёшь дальше и опять пробиваешь. Сегодня они вполне могут позволить себе отпуск за несколько сотен тысяч рублей или машину за несколько миллионов. Но так было не всегда. Их не пристраивали на хорошую работу родители. Они не получали в наследство миллионы. Михаил Дашкиев вырос в Чебоксарах, а в Москву переехал, когда поступил в высшую школу экономики. Жил в обычном студенческом общежитии. У меня тогда были длинные волосы ниже плеч, такая серьга ухи, гринверсы до колен, меч за спиной. В общем, такой настоящий толкенист, фэнтезист. Но приехав в Москву, я понял, что это всё не котируется. Была проблема, то, что мне не хватало денег. У меня было 4 тысячи рублей в месяц на всё про всё. Его партнёр Пётр Осипов сталкивался со схожими трудностями. Москва такой вообще мотивирующий достаточно город. Ты идёшь и понимаешь, что ты, например, в кафешку зайти не можешь себе позволить. Ну, 5 тысяч рублей, представьте себе, разделите на месяц, сколько это будет. Хотелось читать меню по-русски, а не по-арабски. Знаете, как по-арабски? Справа налево. Сначала цена, потом блюдо. Они продавали товары по телефону и даже работали дворниками. Однако, постоянное стремление реализовать себя в этой жизни всё время тянуло к чему-то большему. Начинали с создания и продажи сайтов разным фирмам. Помогали в раскрутке брендов и рекламе. В какой-то момент создали собственный цветочный бизнес, а всего через несколько лет светодиодную компанию. Сегодня в ней два сборочных цеха, а ежемесячный оборот 10-15 миллионов рублей. Но это только один из многих бизнес-проектов Петра и Михаила. Деньги – это индикатор. Деньги показывают, правильно ли движется или неправильно. Меня очень часто удивляют люди, которые говорят, что деньги не главное. Деньги – это плохо или там деньги развращают. Бизнесмены рассказывают, что поворотным моментом в их жизни стало вложение всех средств, заработанных на создании сайтов в цветочную компанию. И нового варианта, кроме как добиться успеха, перед ними не осталось. Это очень похоже с физическими перегрузками. Это когда ты чувствуешь, что ты уже не можешь больше подтянуться на перекладины, но ты должен. То же самое в бизнесе. Тебя ломает, тебя скручивает, мозг тебе объясняет, почему тебе не надо это делать. Но ты понимаешь, что ты все равно должен. Это делаешь. Смотрите далее. Когда доллар рухнет. Маятник уже запущен. Обвал единой валюты погребет под собой всю масонскую Европу. И кто начнет третью мировую войну? Она должна избавить американскую элиту от непомерных долгов и обеспечить ее господство над остальным миром. Зачем на самом деле миллиардеры занимаются благотворительностью? Они занимаются вопросами специфического вакцинирования, чтобы людей стало меньше в мире. Миллион на выданье. Бедный, нищий, миллионер. США предлагали мне пост министра финансов в Японии или директора Дженерал Моторс. Однако я не мог соглашаться работать на систему, которая втягивает весь мир в долговую яму. Бывший издатель азиатской версии журнала Форбс Бенджамин Фулфорд утверждает, старый порядок, который навязали миру вместе с долларом, скоро рухнет. Мир ждет новый глобальный кризис, смерть доллара. И выживет тот, кто вкладывал рубли в валюту независимых стран, кто имеет на руках золото, шьет одежду или выращивает еду на своем огороде. Маятник уже запущен. Обвал единой валюты погребет под собой всю масонскую Европу. На арену выходят у строителей нового мирового порядка. Но кто же сегодня рискует выступить против сил, на стороне которых стоит всемогущий доллар? Вы будете поражены, когда узнаете ответ. Этой силой является клан Ротшильдов. Американская валюта и федеральная резервная система, которую ее печатает, находятся под контролем Рокфеллеров. Эта семья из США уже больше ста лет ведет борьбу с Ротшильдами, банкирами из Европы. Это любопытная система. Кто-то в свое время из Ротшильдов говорил, что если бы я контролировал выпуск денег, то мне уже не нужно ни связи с королями, я буду гораздо более могущественным человеком. Активы Рокфеллеров находятся прежде всего в США, а Ротшильдов в Европе. До начала Второй мировой войны эти семьи боролись между собой за то, кому удастся заполучить большую часть мирового богатства. Гитлер это тоже ставленник Рокфеллеров. То есть Рокфеллеры они как бы активно готовили вот двух, две такие мощные системы к столкновению, да, чтобы в этом столкновении уничтожить старую Европу, которая подчинялась Ротшильдам и создать новую Европу, которая подчинялась Рокфеллеру. В ходе войны почти все активы Ротшильдов в Европе были потеряны. Более того, так как этот род был еврейским, он подлежал полному физическому уничтожению. Ротшильды поспешили спастись в Англии, но удалось это далеко не всем. Великобритания это вотчина Ротшильдов. И таким образом, угрожая Великобритании через Гитлера, Рокфеллера поставили Ротшильда на колени. Они предложили Ротшильду договор. Этот договор состоял из трех пунктов. Трех гвоздей, которые должны были окончательно заколотить гроб с конкурентами Рокфеллеров. В обмен на то, что немцы не вторгаются на Британские острова, Великобритания передавала Рокфеллерам контроль над Саудовской Аравией и всеми ее нефтяными запасами. Второе. Все британские граждане, которые имели имущество на территории Соединенных Штатов, продают это имущество американцам. И самый главный, третий пункт. Ротшильды после Второй мировой войны распускают Британскую империю и дают свободу своим колониям. Рокфеллеры могли праздновать победу. 14 сентября 2009 года в городе Дартмунд, штат Массачусетс, было обнаружено тело генерального директора компании Рокфеллер энд компани Джеймса Макдональда. Труп Макдональда с пулевым ранением головы находился в его автомобиле, припаркованном возле одного из супермаркетов города. Это было очень странно и подозрительно. Было много нестыковок, на которые полиция почему-то закрывала глаза. Расследование пришло к выводу, что мужчина покончил жизнь самоубийством. Однако коллеги покойного признались, что смерть Макдональда стала для них полной неожиданностью. Компания, которой руководил Макдональд, процветала, и в личной жизни у него было все отлично. Тогда зачем глава корпорации, которая управляла активами на 30 миллиардов долларов, решил покончить с собой? Это было заказное убийство. Инсценировка самоубийства обычный прием в таких ситуациях. Эта смерть стала уже четвертой за одну неделю. Жертвы топ-менеджеры клана Рокфеллеров Дэнни Пэнк, Финн Касперсон и Рот Благоевич. Причиной смерти каждого из них было объявлено самоубийство. Двое из них были родственниками Рокфеллеров, хотя и носили другие фамилии. Всего через несколько месяцев по империи будет нанесен новый удар, на этот раз совершенно открыто. В Австралии происходит жестокое убийство миллиардера Германа Рокфеллера. Всего спустя неделю будет арестована семейная пара, которая возьмет на себя вину за это преступление. Однако клан Рокфеллеров заявит о своем недовольстве итогами расследования и начнет собственное. Противостояние Ротшильдов и Рокфеллеров длится уже многие десятилетия и в этой борьбе они не брезгуют никакими методами. Это всего лишь версия. Однако многочисленные совпадения указывают на то, что семья Ротшильдов долгие годы ждала момента, когда сможет нанести ответный удар по своим соперникам. В декабре 2012 года истек срок действия полномочий Федеральной резервной системы США, частного банка, который печатает доллар и находится под контролем Рокфеллеров. Клан Ротшильдов не зря ведет свою историю уже больше 250 лет. Основатель семьи Майер Ротшильд любил повторять древнюю китайскую мудрость. Сиди спокойно на берегу реки и мимо проплывет труп твоего врага. Его потомки хорошо запомнили заветы предка. Они дождались того часа, когда смогут отплатить Рокфеллером за потери во второй мировой. В течение последующих 60 лет, даже чуть более, шла борьба между Ротшильдами и Рокфеллерами, которая закончилась тем, что Ротшильды собственно нанесли ответный удар. Но почему две богатейшие семьи планеты ведут между собой борьбу не на жизнь, а на смерть? Их состояние настолько огромное, что не могут быть потрачены и за сотню жизней, но им все равно кажется мало. Это спортивный дух, потому что на уровне человеческих ощущений и на уровне качества жизни 15 миллиардов ничем не отличается от 5 миллиардов долларов. Ничем вообще. Потому что 15 миллиардов долларов на себя потратить невозможно. Поразительно, но огромные деньги, которые должны были сделать людей всесильными, сделали их своими рабами. Эти семьи уже не могут прекратить борьбу по собственному желанию. Она будет означать их быстрое банкротство. Система построена так, что, я думаю, едва ты прекратишь свою разрушительную деятельность, как в известной старой европейской сказке о том, как груда золота превращается в черепки, вот от этих цифр, с огромными нулями, первые циферки уберут и останутся одни нули. Это в лучшем случае. Поэтому каждая из семей разработала собственный план, как преодолеть кризис и добить противника. По мнению многих экспертов, целью Ротшильдов является уничтожение доллара и передел земного шара. Первый этап это обрушение американского доллара, создание золотого юаня, ну, в некотором вроде он же создан, собственно, золотой юань. По данным из открытых источников, только за последние шесть лет Ротшильды завезли в Китай около 50 тысяч тонн золота, чтобы обеспечить новую валюту. им доллар не нужен, они доллар могут обвалить. Вот Рокфеерам это не нужно совершенно. Второй этап этого плана, как уверены эксперты, это создание налога государственного правительства на территории бывших США и России во главе с Великобританией. Для этого во главе нашей страны должен оказаться человек, интегрированный в масонскую ложу. Этап третий подписание всеми странами мира международного договора, по которому юань займет место доллара и станет единственной резервной валютой планеты. Рокфеллеры придерживаются плана, написанного масонским орденом еще в 1871 году. Его финальная цель начало третьей мировой войны, которая должна избавить американскую элиту от непомерных долгов и обеспечить ее господство над остальными. Этот документ известен. Третья мировая война, кстати, это столкновение с исламским миром. Судя по тому количеству провокаций, которые происходят именно в странах со смешанным населением или в странах с мусульманским населением, показывают, что к этому толкают и к этому готовятся. Однако информация, которую мы получаем, свидетельствует, что американские элиты готовятся не только к масштабным внешним войнам. Полным ходом идет подготовка к новой гражданской войне в Америке. Есть сообщение о том, что в США строят лагеря для беженцев, непонятно, то ли лагеря для беженцев, то ли будущие констагеря, то есть Соединенные Штаты готовятся к серьезным социальным беспорядкам. Ну и на внешней арене не все в порядке, а Соединенные Штаты Америки перенапределись как империя. Интернет переполнен статьями о том, что правительство США создало на своей территории не только лагеря, окруженные колючей проволокой, но и заготовило миллионы пластиковых гробов для своих граждан. Миллион на выданье. Бедный нищий миллионер. Это основатель корпорации Майкрософт Билл Гейтс. Журнал Форбс оценивает его состояние в 61 миллиард долларов. Однако Билл занимается не только бизнесом. Его сильно интересуют вопросы будущего человечества и всей Земли. И вот, что он об этом думает. Сегодня в мире проживает 6,8 миллиардов человек. И эта цифра стремится к 9 миллиардам. Если мы проведем действительно хорошую работу с новыми вакцинами, системой здравоохранения и охраной репродуктивного здоровья, нам, вероятно, удастся сократить эту цифру на 10 15%. Но пока население увеличивается в 1,3 раза. Российский экономист и предприниматель Андрей Бунич убежден, что Билл Гейтс совсем не такой простой парень, как нас в этом хотят убедить. Нам рассказывают, как он воплотил американскую мечту, создал в гараже компьютер и построил многомиллиардную империю. Но Бунич считает, что все далеко не так просто. Билл Гейтс был не из очень простой семьи. И были связи с определенными структурами. И было много таких с программами, которых было гораздо не помнение Билла Гейтса, но что-то у них ничего не получилось. А у него вдруг все как-то срослось. Это абсолютно, на мой взгляд, стопроцентно курируется Пентагоном и ЦРУ. И ничего там, все эти, а все остальное это мифология. Вы будете шокированы. Однако многое указывает на то, что под прикрытием помощи бедным идет работа по снижению их иммунитета и репродуктивных способностей. Благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс своей главной задачей ставит планирование семьи. По мнению многих, на практике это означает призыв к массовой стерилизации женщин в развивающихся странах. Бесплатная вакцинация детей взрослых из бедных государств считают они всего лишь прикрытие для циничных планов сокращение их числа. Они занимаются вопросами специфического вакцинирования, которое очень чревато для здоровья миллионов людей, с разработкой специальных вирусов и так далее и тому подобное. То есть программами, попросту говоря, допопуляции населения, чтобы людей стало меньше в мире. А вот микротип для вживления человеку под кожу. Его длина всего 3 миллиметра, а диаметр меньше одного. Это другое детище мультимиллиарда Эрабила Гейтса. Он называет подобные чипы технологией будущего. Билл Гейтс говорил о том, что вот такое удостоверение личности, которое всегда при человеке, оно может в некоторых случаях спасти его жизнь. В случае несчастного случая врачи сразу могут получить не только так сказать сведения о финансовой состоятельности пациента, но и особенностях его организма. Однако и это лишь прикрытие для главной цели контроля над каждым из нас. Транснациональные финансовые элиты добиваются чипирования людей как одно из важнейших средств обеспечения их господства над миром. В свое время были так называемые эксперименты Дель Гадо. Он там быкам каким-то вживлял тоже чип какой-то и с дистанционным управлением быками там собаками он управлял. То есть это все показывалось, демонстрировалось, что можно значит бык нажал на кнопочку бык побежал а значит нажал на кнопочку бык остановился. Мы живем в системе в которой про каждого из нас и так все известно. В социальных сетях мы добровольно рассказываем о том где работаем с кем общаемся чем интересуемся и где бываем. Эту информацию может посмотреть каждый. Кредитные карты расскажут какие покупки мы делаем видеокамеры узнать где мы были даже месяц назад а мобильный телефон в кармане и вовсе позволяет следить за каждым из нас в режиме онлайн. Человечество превращается в единый компьютер то есть приятно кому-то жить сознавая что он часть компьютера может быть кому-то все равно что о нем все известно что он полностью под контролем что ничего самостоятельного у него не существует никакой тайной личной жизни у него быть в принципе не может. Весь мир уже давно превратился в глобальную сеть в которой каждый служит подпитывающим ее элементам. Теперь самые богатые люди планеты хотят вставить каждому чип при помощи которого будут выключать целые страны и даже континенты. Эту реальность на планете формирует всего пара сотен человек но их работа влияет на миллиарды по всей земле две сотни против семи миллиардов нам только кажется что мы слабы а они всемогущи все что нам нужно это отказаться от денег на короткое время система рухнет сама но готовы ли вы стать по-настоящему свободными?